так все все перезапустил они делал на 500 было 3500 было до этого 4500 сейчас с 3 500 я поднял до сегодня сделал 4 просто ровно к битрейт посмотрим что мне многие дожаловались что просто на премиуме иначе не вывозит не многие но были как бы дат что просто интернет получается не тянет что ли людей да такое это вполне возможно доделай даже наверно не в 60 fps а в том что битрейт просто может ну может интернет там допустим 4 500 битрейт это значит четыре с половиной мегабита стабильных нужно получается да как бы интернета если я не прав поправьте меня как бы ну может у некоторых просто минут от заявленной скорость не выдается так заво увеличивают ребят короче ждите меня стрим уже начался скоро продолжим принципе а потом посмотрю что и как посмотрю как с премиуме будет ситуация обстоять по покупкам и может 4500 восстановлю битрейт конечно не знаю и 4500 да как бы это достаточно такой но не топовый конечно но нормальный битрейт очень далеко не топовый конечно обычно 333 500 4 это нормально так так вверх тут смотрите-ка призовой прям на дворочных растет как на дрожжах решили 3 за 3 4 место призым из паши отменить точнее это я конечно решил так почему потому что нафиг этот матч за 3 4 место не нужен плюс сетку нам удобнее будет делать вот короче будет интересно так вижу сетка появилась и в нижней части сетки нас ой они вы уж думал во втором туре в третьем туре в его на хэппи может попасть уже посмотрим посмотрим там инфеста зерк гуру из поляков участвует короче ждем секунду огромное и как все Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что-то тут начинает происходить, соперники друг друга искать начинают... Я выбираю туда, куда я пойду, лучше нужно что-то интересное выбрать... Пока ХЗ что-нибудь... Димага против СМХ Энигмы, вот мне кажется... Так, а где Димага у нас? Есть Свердос, кстати... Так, сейчас Димагу я проверю... Димага-то у меня был всегда в друзьях... Хэппи уже начинает играть понемножечку... Оп, Энигма инвайтед... Вот и выцепил я матч какой-то интересный более-менее... Кобра тоже сюда идет... Или не идет... Что-то у него качается, походу... Так, вверх что-то разошелся прямо на 1000 рублей призовой увеличивает... 4040 уже стал призовой... Тут уже и за что и побиться есть, я смотрю... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здарова, Бзик... Че там? Култи опять? Ну что, посмотрим, как Димага с Энигма... Это играет Бо-3 у нас, не Бо-1 сетка, там, ошибка как бы... И... А, Энигма... Погодите, а разве 7x Энигма не был процессом раньше? Судя по всему, нет... Ну что, билды похожи чем-то, но у Димаги больше на два дрона... Вот... И судя по всему... Так... У Энигма мув пошел, но Энигма снял всех дронов с газа, то есть это чисто мув будет... А у Димаги... Так... Тоже дроны снимаются? Тоже снимаются... Тоже чисто мув будет... Но рабочих побольше... Вот, я думал, Димага будет Беллингбаст однобазовый сейчас сделать, но нет... Ну, 15-13 парабан, но, в принципе, это не сильно решает... Вот, ребят... Кстати... Завтра будут вторые отборочные на данный турнир, так что не пропускайте... Не упускайте шанс... На форуме есть конкурс по угадыванию результатов отборочных... Ну, все, уже с 19-ти не принимается, как я понимаю... Так как там сетка готова... И Димага хитро оббегает сейчас... Оппонент копится на мейне, кстати... Интересный расклад такой... Вторая хата пошла... Вот... Финальный турнир сам состоится... Мы решим, когда точно... Ну, я так полагаю, там 26-го, 27-го числа... Когда-то в этом... Перед Новым Годом выходные ближайшие... Может быть, там и на будние мы перед Новым Годом что-то останем... Самая интересная ситуация... Пользователь Акод активировал премиум на ваш канал... Здесь ничего другого будет не поставил... Здорово, Сань, давно как тебя не видел... Я... Так... В смысле... Не обращал внимания, что ты здесь... Так, на мосты здесь и был... Димага прибегает! Смотрите, и... Энигма видит, что у него до хрена лингов и убегает, естественно... Сразу же Энигма ставит хату снизу... У Димага еще дотекание лингов... Но все равно здесь больше... По лингам сейчас что за ситуация... Глянем... 20-22... У Димаги, но... Нужно подождать... Прирост, который сзади подходит... Димаг принимает двой... Нахрена? Лингов-то меньше... Вот сейчас их становится резко больше... Ну... Чайсеров дотекания... Так, и Димага теперь опять отдается... Ну... Грызня идет... Грызня такая... То один подгрызть, то другой... Нужно уходить Димаги, конечно же... И Беллинг Нест пошел у Димаги... А здесь у нас Гаста так и не добывается... Принимает Димага бой на развороте... Подгрыз оппонент своего... Надо сваливать... Еще 12 лингов троится... А там два у Энигма... Ну что ж... Нужно отходить... Но Энигма опять принял Димагу... Димага разворачивается... Вот это грызня, блин... Идет просто собачий бой... Абфикс 88... Не знаю... Отпишите, ребят, лагает у кого или нет... Я думаю, что это у тебя конкретно проблемы такие... По битрейту разница 500 всего минимальная... Не знаю, может ли это решать... Ну, может, конечно, решать, но... Под одного нельзя человек тоже подстраиваться... По ФПСам... Не думаю, что там из-за ФПС должно что-то тоже происходить... Так... Еще были линги и морфятся линги... Я потом проконсультируюсь с ледоколом... Или с кем-нибудь, кто шарит в этом... Я потому что сам не очень-то понимаю, как это может повлиять... То есть... Не знаю, насколько ФПС, например, влияет на битрейты там все... Потому что можно менять... То есть, когда из игры ты стримишь, имеет смысл ФПС выставлять... А если ты стримишь, или стрим делаешь, то... Никого смысла абсолютно в этом нет... Ну что, Димага приходит с Беллингбастом... У Унигмы только линги, королева падает... И как вот против одного Беллинга сейчас быть? Его надо как-то фокуснуть... Но Димага хитрец контролит этот... Не для того, говорит... Меня мама рожала, чтобы я в пустоту взрывался... Разведу всех, короче говоря... Вот... Мама королева, да? Из личинки... Все-таки убивает, наконец-то, Энигма Беллинга... А тут новый появляется... Спасибо тебе, Сань... Надеюсь, время будет больше... Старкрафт надо смотреть... Тем более, Лотов... В положительную сторону его изменил... Так! Димага уже наверх прессует... Здесь грызня идет вовсю... Беллинг рядом... Уже королеву бы подгрызть бы уже... Взрывается Беллинг... Несколько лингов... Минус... Все, ГГшечку пора Энигме писать... Все-таки Димага дожал... Г пишет Энигма... Музыка из Бенни Хилла... Ну да... Так... Сейчас мне тут добавлю кое-что... Чтобы официально вы знали... Что это такое? Ну ни хрена себе такая... Жирова такая... Так... Сейчас я потом еще логотип все эти выстрою... Чтобы они... Стояли правильно... Так... Димага у меня есть... Все в порядке... На самом деле... Так... Бо-3 у нас же... Или что у нас? Бо-3, наверное... Так... Так... А где Паша-то? Игроки не знают... Что-то... 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 Как и я... Игроки... Вердоз против лейзера... Ну и что, сейчас все БО-1 будут играть, не понял Блин, а Паша там играет Короче, непонятно с кем Кто будет следить-то за этим? Я еще не понимаю А, понял Да, с 1,8 БО-3 у нас начинается Ну да Это я тут что-то кипишу лишний раз Короче, все нормально Димага против Лиссандра будет играть Верди Так, Верди с Лейзером Где Верди с Лейзером играет? Покажите мне Вообще Я вообще нихрена не верю Рева против Коу будет играть Кстати, тоже можно глянуть Да тут много интересных игр Я вам скажу Хоть убей, но я не вижу Где Верди с Лейзером игра А, Биен Веню А Лейзер и Велоцираптор забрел Обратите внимание Кстати говоря Все, я разобрался Прошу Коу против Рева Зайти буду прыгать туда-сюда Так Пока логотипчики эти Сейчас я их поставлю Чтобы они нормально Или вот сюда их Может вот сюда впилить Все нормально Задержка просто Я уже не паникую Это у вас там задержка Так Продолжение следует... 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 О, Жека Тиран Так это Женек участвует Наш Евгений прилетел К нам на волшебном ковре на наш турнир Желаю ему удачи Поэтому Спелсингер либо Дженни Пи Будет его соперником А дальше Мината уже ждет победителя Вообще интересно, отборочный, конечно Но на больше спимов Субтитры сделал DimaTorzok Вот Этот С задержкой Или стримить Реви или Бес Это его абсолютно дело целиком И по умностью Ну а здесь у нас Вы видите Гейт Кибернетка Никсус Пилончик на третий Рева кусает пробку Будет ли Рева Ставить хату здесь Или здесь будет выбивать Интересно Субтитры сделал DimaTorzok Так Ну что, ставить Да, вот здесь вот третью базу Не стесняясь Рева Здесь Коу Сталкером проверять Что происходит Строит второго АПМ ни у кого не высокий Прямо не гигантский Где Брюс в Москве Я, наверное, не знаю Может, еще где-то Это узнать не могу я, ребят Где же Брюс Я здесь Среди теней Среди теней Ну что тут, два линга бежит Рева, Рева заметил сталкеров Лингами уходит, сразу терять их смысла Никого не вижу, а здесь что-то интересное Происходит И опа-поп Скорость атаки АДФ, там делается Грейт Любят просто его последнее время делать Конечно, ну Так, два линга забежали, посмотрели Видят, сталкер на рампе стоит, а здесь что у нас? Опа, она Да какой-то пушек у нас на мече А какой это пушек? Что это за пушек? Мне вот интересно будет Вот это станет греть, что это, наверное, и не пушек-то совсем будет Ну, посмотрим, посмотрим Ну, какая-то явно Такая агрессивная тема будет присутствовать Ой, ушел На 2 хп, а? Отрепчик Ушел ловером на 2 хп Так, АДФ там посылает иллюзию вперед Сам отходит немножечко Заходит на дальнюю базу Тут ничего нету Здесь можно отсидеться немножечко Гасануться АДФ отсидеться, поля зарегенить Так, я его законтролил Контролер Рева Везде тувера с мумом летают Все контролят Интересная тут тема сейчас происходит Что он из нее сможет извлечь из этой темы Хороший вопрос Заходит прямо к 3 базе Начинает королеву убивать И убивает, между прочим, королеву раз Убивает Роучи 2 Нет, Роучи не убил сразу Ну, 3 дронов зато убил Так, уходит на дальнюю базу Вот отсюда нужно сейчас просто покдешить иллюзию Пусти, да, и принять бой с лингами Просто-напросто Зайти, к примеру, на 2 базу Но Коу предпочитает на третью Зайти, телепорт мимо королевы Куда АДФ телепортнулись? Уходят вообще Старается Коу не терять своих АДФ При этом выходит в третий Нексус Но почему он не хочет расхарасить-то побольше? Здесь он недооценивает АДФ Он уже всех рабов бы мог убить бы везде, по-моему Заходит, сейчас, ну, попадается подруга Еще очень неприятно минус АДФ Здесь, здесь, посмотрите, контроль какой Ё-моё, ну, это Коу просто через как-то их в один контрол забинил, судя по всему Я не знаю, почему они вот так вот бегают туда-сюда Но пока вот эти здесь отдавались Здесь три такой шухер могли навести Но они на муви вот здесь вот почему-то бегали Не знаю почему 71, 109 в итоге ситуация по лимиту Рева выдвигает вперед Посмотрите, сколько роуч у него И сколько газа сейчас реводжеров Миллиард можно заморфить 20 роучей, 28 лингов Здесь и Мортал 3, адепт 3 сталкер Пожалуйста, куш адептами не удалось И вот проблемки уже Но! Ой-ой-ой, но-но-но Лейер-то какой поздний Посмотрите, и пуш-то не вкатит Вот из-за кого Уже стопроцентно, причем не вкатит он Так, его Видит, что здесь рева рядом бегает Нужен новый варп дарков сейчас Пошли еще дарки Да, верчажи выставляются Дарки режут, но тут что-то слишком много рева Будет ли он ждать сейчас, интересно, лейера Думаю, да, должен ждать Думаю, да, должен ждать Так Про иностранцев я уже говорил Точно вижу, что присутствует релмер Со сливкой, который играет Он ГМЛ, между прочим, француз Вот, и я достаточно давно его помню Можно позвать еще попробовать кого-то Призывать хороший Ты против императора играешь Ну, я думаю, это изи просто катка для тебя И помню Как там это? Реид в небе либератор Это хэппи император Помню про этих юниках Помню Гейт здесь есть Можно варпать сюда Идет ревую атаку 168 на 107 Дождался лейера Ничего не потерял Идет Так, кул Зачем ты таймварф выкидывает? Зачем же ты таймварф поставил? Сейчас бесполезно Так Так Ой, какая Какая Таймварф И тут могла плюха сейчас прилететь По кул Минус несколько реважеров Сейчас оверчажи выставляет Так Есть еще один дестабилизатор 113 на 132 Посмотрите Казалось бы У кул Все плохо в какой-то момент стало Но Потом Просто он доварпил дарков Пуш не вкатил реви Так как лейера не было И сейчас уже вот Ответ дестабилизаторами Произошел Ага И вот какие юниты Интересные пошли И две форжи И грейды великолепные делаются Ну что же я могу сказать Хорошо Заметил рево Барак Ставит пятую же хату И тут свитч Очень интересный происходит То есть Смотря на то Что у кул Вроде как Сейчас показалось Все хорошо У него не так хорошо Как Как могло показаться Потому что Вот что А с этим Ему нечем Просто справляться Даже Вижу Архивы Темпларов Строятся Сейчас Блинк Есть Блинк Есть Да Да 2-2 Грейды Заказаны У ревы Грейды Отсутствуют Целиком И полностью Но 16 Уже 16 Мью-телесков Мью-телесков И они Полетят Вперед Я говорю Так Чтоб никто Не догадался А то Вдруг Там Кто-нибудь В задержке Смотрит Ладно Это все Шуточки Муталиски К мейну Летят Здесь Фатонки Добавляются Коу-2 Архона Сталкеров Переводить Иначе Беда Мутка Врывается Минус По тонкострующейся Его контролят Посмотрите Как Джейдон К первым Старкрафте Муталиска Спасает Сейчас Так Уверчаж Ставится Но Мазеркор Минус Что в Контратаку Сразу Пломился Похоже На Тор Какие Дестабилизаторами Сейчас были Два Залпа Дичайших Но Рабочих 19 Уже Уничтожено И Проблема У ревы Просто гигантский Коу Решил Что Забреет Сейчас Оппонента Чисто выходом Вот этим Тем Что у него Есть Может быть Это и правда Я не знаю И забреет Он Но Муталисков Слишком Много Им нужно Что-то Вперед Посылать В поддержку Обязательно Сейчас Иначе Беда Пришел Коу И хрен Тут Что-то Не так Просто Пробревается Все Я смотрю Муталиски Ревчинковские Возвращаются Назад Роучи Струются Но против Роучи Здесь есть Оружие Это Имморталов До хрена И более Так Дестабилизаторы Какой-то отделились От основной армии Это очень большой косяк Стреляет Коу Ими сейчас Ну пару Пару Забрил Сейчас Юнитов Соответственно Сталкеры С Муталисками Начинают драться Здесь только Иммортал Остается 87 На 166 И вот Свич Муту Адревы Подрешал Сейчас И он берет Эту игру Это абсолютно Точно Имморталы Падают Хотя 40 пробок Еще есть Но выход Какой-то Нужно было Вот этот выход Сделать так Чтобы основную армию Подрезать Сейчас И отступить Назад Успеть Но Коу Не отступил Назад Потерял Всю И Сейчас Терпит Очень жестко Муталис Уже 24 Плюс 7 И их Просто Нечем Отбивать Линги На мейн Забегают Здесь Сталкеры Стоят А что они Могут Сделать Не могут Роучи Хотя бы Убить Попытаться Роучи Убьют Конечно Здесь На дальнюю базу Врыв идет 79 141 Уху Муталисков Ну очень Много Залетает Сейчас Привет Пишет Рева Расшатал Ну что я могу Завтра Наверное Тогда С первого С первого Тура Внутри Сделаем А то Все Таки Да Как Того Один Это Ну вот Так себе Потому что Уже Хорошие пары В первом Втором Туре Появляются Ладно Ладно Первый Там Еще Так Ну и В первом Даже Уже Там Рилей Ну а Лейзер Не пришел Ну и Лейзер Велосераптор Плохая Пара Была Да Там Спелсингер Против Стрелка Будет Биться А вот Это Уже Интересно Это Уже Интересно Димага С Лисандра Бьется Так Или А сетку Не обновил Что ли Так И вот Дальше Опа Хэппи Против Смайла А где Смайл Бьются Они Да Сейчас Если Кэш Смайл Хэппи Одолеет Тогда Нет Хэппи Будет Биться С Рилой Сейчас А Через Могу прыгнуть Ну Хэппи Рева Тут Конечно Тут Выбор Просто Очень Велоцераптор Вирдос Наказал И лейзера Прошел По Техвину И лейзер Наказал Так HV HV Что это Кто это Такой Не знаю Такой Мастер Лига Я думал Кореец Какой Может быть Ну что Машнюсь Хэппи Рева Поверх Часть Здесь Блай Идет Здесь Тиран Вик Вероятно Будет Победителем Хэппи Рева Играть Потому что Я не вижу Кто-то Может Убить Хотя Может Кто-нибудь Убьет Не знаю Челсер Из Белоруссии Мастер Лига Кстати Приятно Что И белорусы Белорусские Флаги Видны Лично Мне Очень Там Всегда Было Может Не много Игроков Ну и население Все-таки Поменьше Чем Украина Россия Там Были Всегда Игроки Все-таки Делаю Игроков Делаю Делаю Смех Делаю 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 ну а я то вам напоминаю то что вы можете турниры поддерживать я вижу вижу я за сеткой слежу не волнуйтесь ребят пишите мне сюда хотите хопереева надо посмотреть вот я слежу за сеткой все нормально ведь моя работа а ваша работа наслаждаться в данный момент какими матчами начнет не работа у кого-то может работа одновременно такая идет так вообще хорошо вот на помощь вы можете поддерживать турниры и меня мой канал естественно отключена блоками от премиум и подпиской по реквизитам или через player материально соответственно также так на кибете кстати что у нас на кибете на кибете у нас на кибете у нас на другие турниры есть ставки вот короче если будете делать в любом случае даже без моего стрима делайте через мою кнопку за это вам спасибо она в описании как и сказать так и гудгейма находится вот сейчас я кое-что а и а и и и и и и и и короче отписал про отбора может запилят ставки на более поздних стадиях кому это интересно про лавали все помнят но лавали не собирается возвращаться в starcraft насколько я понимаю пишет он собирался мы пиво вы уже точно видели бы чем занимается не знаю какое-то время в покер играл может сейчас ничего такое не делают спасибо блины с маслом если стрим смотришь так стрэндж ожидает хэппи чё то нет пока а че репчика где репчика я чуть не понял кого нет хэппи или левый я вот пока не понимаю хэппи молчит пока наверное тоже отсутствует ну че у меня репчика нет что ли я чуть не понимаю был же вроде был же вроде был же вроде нет не вижу ни хрена да ну да ну да ну да Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за зор Ну все, это уже Нужно Эпические фразы про хэппи Прыгаю Тирсон поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно Спасибо за Старкрафт, Сережа Спасибо тебе Смайл тоже заходит Так, ревы нет на месте походу Ну что, зерк? Так Удачи ревчику желаю Потому что хэппи в небе Рейд либератор Это хэппи император Поэтому ревчику удачи Но здесь по 3 уже Здесь уже попроще будет Зазордж поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно Хэппи истинный наш бог И тиранов он спасет Не щади их император В бой священный нас веди Так Не, ну про бога-то Это уже перебор Какой-то уже Я че Секта хэппизма что ли У нас открывается Не на Не на моем канале А че Мне кажется У хэппи такая Хорошая Почва есть Видимо, да Так Прям бах И секту Банул Ладно Че-то мне сегодня Дурацкие идеи В голову лево Частенько Зазордж поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно Всю заразу уничтожим Скверну всякую сожем Имя мы твое восславим Дмитрий Костин император Императору Ава Ава императору Спасибо за зорк Что ты разбушевался Ну, может, кого тоже на поэзию сподвигнешь Может, кто за реву что вставит Я не знаю Куда-нибудь Тебе респект Как обычно Посмотрите, что происходит Опа-на Пана-пана-пана 15 рабочих Вот что делается Королева почти А здесь что у нас? А здесь-то посмотрите Кстати То ли рево игры анализировал То ли что Но хэппи почему-то не блокируется здесь И что самое интересное На этом-то он может сейчас адово затерпеть просто Линки врываются Мув еще не готов Но через 20 секундочек Он уже будет готов И можно просто сейчас подняться наверх Но здесь реактор только-только заказан Хэппи моментально рипером домой возвращается Но реактор не выдержит Естественно Но хэппи подрезает сейчас ДП-шку У нас рева Окружает КСМ-ку Рипер прилетает Рипера поймать не получилось И не получится Кстати говоря К гранатке нужно уворачиваться ДЦ-шку почему дает дострою сейчас Рева хэппи На халде Как хэппи отбивается Посмотрите как он законтрил просто эту тему Грамотным контролем сейчас И риперком Ну грамотным контролем риперка соответственно Так забегает линги Но что-то хэппи расслабился потом Слишком сильно Ну все равно здесь нечем Убить уже ревер Четыре линга конечно еще подстроил Ну что они могут сделать Так забегает ревчик еще раз Окружает двух мариков Но есть уже один гильончик С ним нужно как-то тоже разбираться Врывается внутрь рабочих Хэппи сейчас рева Елена пытается фокусить Но хэппи контролит хорошо Линги все бегут и бегут А вот то что рева продолжает Этот куш это уже конечно фейл Хотя нужно тормознуть собак 16 штук все куда больше Плюс 8 это уже 24 штуки будет сейчас Зачем столько много то Рабочих нифига нету Ну посмотрим что сейчас из этого выйдет Я сейчас проверю задержку Вы так пишете как будто Да задержка есть Поздно 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 сообразил Давно пора было эволюшн запилить Там может быть и получилось бы что-то сделать С передропом наверх Но эволюшн рева не запилил И в итоге передроп наверх нет Здесь прилетают Смотрите 2 гиллиона 2 марика риппер И эти гиллионы станут сейчас колбатами А это очень печально для ревчика Можно затрансформироваться 15-26 по рабочим 1-0 в пользу хэппи Судя по всему Пытается подрезать Мидивак сейчас рева Но не получается у него это сделать Все рабочие на мейне уничтожены И королев еще напоследок Нагорит хэппи И они встали на месте А что делать, что делать Все, пожгли потомство Весь приплод Линги возвращаются Дэпп ложка сейчас падет Но ксмки пройти не дают Как же жарят Гиллионы хэппи В это время еще 2 колбата Марики прилетели Но рева все таки Мидивак сбил И пока живет Пока не может хэппи убить Вот оверы летят вперед Нужно их развернуть Тоже иначе сейчас Марики выйдут Ой, сейчас еще оверов потерять Для рева вообще Катастрофа будет Но нужно разворачивать их Здесь либератор уже первый Готов обратить внимание Привет, ладыка хаоса Да Сегодня будет интересная Отборочная Я вам честно скажу То, что это отборочная В этом еще есть Прелесть определенная Что вроде как Не финальный турнир Типа Типа не все так серьезно Но на финальный-то пройдут Никто не будет приглашен Только топ-8 из отборочных Все, только честная Честная ГГ года Короче говоря У нас 27-36 Парабам Хэпи больше Рева Лэйра нет Ничего нет Армор делает Королева зато есть Ну тут Нидус Наверное единственный шанс Пилить какой-нибудь С лэйр Надо для этого делать Стимпак Щиты делаются Давайте только Без всяких оскорблений И так далее Потому что буду карать жестко За это В чате Вот Ну что На начальной стадии Конечно То что Реви Не удался Этот билд Привело к тому Что Вот так вот Все сложилось Хотя казалось Да тут нихрена не закрыто Прибегая Убивая Ну как грамотный контроль От хэпи И все Ничего не сделать было Так Королевы все отгонять Здесь передрок На второй пошел Либераторы прилетают Раскладываются И королевы Прям под либераторами стоят А что они здесь забыли Королевы эти Не ну это беда Со всем какая-то Так Здесь какой-то Урековерами идет Уверопадер Здесь слишком много Хэпи Рева грузится Ну вот Это вот тема Еще-то Что-то Рева А Рева стримит Вообще Нужно такие Без стрима играть Надеюсь Он там Не отвлекается Чтобы там Банить Кому-нибудь В часике В это время Я вижу Что несобранная Игра какая-то Идет Нужно просто Сконцентрироваться На игре В первую очередь 95-52 Парабам В два раза больше Боевого Тоже чуть ли не в два Тут все очевидно Конечно Уже в этой игре Но Рева пока не сдается Хочет что-то дропнуть Им солдайр поддержал Ваш канал На сумму 200 рублей Ровно Вопрос Отчего так прыгает Риппер Ответ Походу Подцепил От зерга Т Риппер Дроплинга Королев Кстати От хэппи Посмотреть Но Это раньше Нужно делать Тут и щиты И стим Не Это уже Не вкатывает То есть Такие темы Не делаются В такой Провальной Ситуации Как сейчас Прилетает Рева А им солджер Спасибо тебе Стимпатч Со хэппи Конечно Здесь уже Ничего не сделать Слишком много Хэппи Один маленький Погиб Так на Яндексе Вижу какие-то Изменения Положительные 250 рублей Спасибо за стримы На Яндексе Спасибо кто бы Ты ни был Очень приятно Так 865 Так 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 Все Запиливаю Сейчас Так Сегодня 14 Завтра 15 А завтра Уже Получается У нас Что ли Начнется Корея А А Нет Это Это Другой Турнир А Не Этот Тоже Будет Ночью У нас Турнир Будет Где Тиран Вик Иблая Играет Не пропускайте Тоже Хэппи Против Ревы Вторая Игра Я Обновляю По Кассетку Тиран Вик Уже Ждет Победителя Хэппи Против Ревы Димага Ждет Релмер Выиграл Слив Кстати 1-0 Будет Изи Играть Сейчас Димага Ждет Победителя Хэппи Марин Велоцираптор Спеллсингер Выиграл Стрелка Будет Биться Сминато Титан В третьем Туре Ждет Култи Либо Гуру Но Култи Титаново Играл Гуру Тоже Не Подарок Блайт Лайт Вей Там Играет Стрэндж С HV HTV Мастер Лига Из России Информации Больше Такую Не Вижу Эфрит Его Никнейм Так Пул Здесь У репчика Хат Оставится У Хэппи Через Рипера ЦЦ Не Изменяет Себе Играет Рипера Я Немножко Отодвинусь Что-то Затекло У меня Все Ну и Рипер Вперед Полетел Два Овера Левы Прям Рядом Друг С Другом Летят Как Там С Гэсэм ГТОВ Ну, с ГЭСО будет завтра, значит, его и смотреть будем. Развлекают Хэппи Королеву, а Рипер в плане развлекания очень эффективной. На гранатах наподрывалось много-много. Здесь еще одна Королева на хайграунде ходит. Че-то еще она здесь ходит, хочет Рипера встретить. Здесь Рева. Мув почти готов. 26-24 барабам. Газ продолжает забивать Хэппи. Улучшение завершено. Зададим им жару. ХСН готов. Ну что, опять Армори от Хэппи. Опять будут. В прошлый раз было Армори, но Хэппи вообще хелбатов не трансформировал. Он гелионами всех рабочих сжег. Просто вы сами помните, я думаю. Он же в первую сетку куда? Неделя первая. Так, полную сетку куда? Вижу, да. Очень интересная сетка. Очень много хороших, известных имен там присутствует. Мув овером у Хэппи делается. Хэппи выдвигается вперед. 6 гелионов Рипер. Это будут хелбаты сейчас. Плюс 3 марика, плюс Рипер. Ну что же, опасный пуш. Приезжает Хэппи. Что-то слишком близко. Трансформируется прямо под атакой королев дэмэджа хелбатом, но получал в итоге. Линги, Ревы прячутся. 10 еще заказано. Нужно бы медивак бы сбить, конечно, Реве сейчас. Где линги-то? Что они ждут? А что делает Рева-то? Он что, решил отбиться одними королевами без участия лингов? Ну сразу надо было лингами ворваться. Они так кучи, конечно, окружить сразу. Что ждал-то? Не знаю, что Ревчик ждал. Но дождался, что в итоге Хэппи его переконтролил. И не очень хорошая ситуация. Несмотря на то, что здесь есть лейер. Посмотрите, рабочие-то терпят до сих пор еще. Часть из них погибла. 20 лингов с чем-то. Королев больше и больше. Значит, нужно Ниду сделать как-то. Я не знаю, или что нужно делать. А! Это друг королев, кстати, лингов. Сейчас опять же. Но готов ли будет Хэппи? У него Либератор. У него Факта на реакторе. Бараки на лабоперед. Это третья ЦЦшка. Сейчас пойдет. Так. Овер обгрейданул Ревчик. Так. Рабочие куда-то уехали. С мейна на вторую. С газа нужно снимать. Рева вообще никогда. Рев, что ты делаешь-то? Он сейчас залиберирует всех просто. Что и сделал. Трех с газа забрал. Линги подбегают. Оверы двигаются вперед. Сейчас с четырьмя королевами. Кстати, одна пчута на муве едет. Это сейчас Либератор и вторую базу просто заблощит добычу. Рева тут спорками контролит. Вот куда ее нужно было выставить, эту спорку. Линги подходят тоже. Здесь хелбаты плюс танки. Хелбатов все больше и больше. Хэппи понимает, что нужно хелбатов больше делать. Лингов все больше и больше прилетает. Либератора прогнал, кстати, Рева. Молодец сейчас. Готов, судя по всему, к билду. Рева Хэппи. Нужно врываться. Хэппи между зданиями сейчас прячется. Обратите внимание. Вот нужно залетать. Дропаться прямо сюда на мариков. Конечно, и на танки. Так, Рева дропается прямо на мариков, на танки. Королева дропается. Линги дропаются также. Линги в куче дерутся на хелбатах. Отдаются сейчас очень сильно. Но КСМ и Хэппи терпят сейчас. Но лимитов что-то многовато у Хэппи. И королевы падают, все падают. Хэппи оказался готов к этому билду. Но опять же, опять же, если бы вот этот пуш вначале не зашел, экономика слабенькая была. Задумка хорошая вот этого билда у Рева. Но какое-то исполнение подставное у меня такое ощущение. Не лучшее исполнение почему-то. Мне так кажется. Ну что. 2-0 Хэппи Реву выиграл. Завтра второй отбор и Хэппи еще придет. Точнее, Ревчик, надеюсь, придет играть их. Вот. Ну что я могу сказать. Хороший, интересный билд. Но нужно предусмотреть, чтобы все вот эти Чизы не заходили вообще от оппонента. Та будет, что Титан выиграл лутсайда, будет с Гуру играть с этим. Титан с Гуру, Хэппи с Тиран Виком будет ТВТ играть. Тимага Лизандра выиграл. С Изи сейчас будет играть. Тимага хорошо двигается, кстати. Титанчик с Гуру может посмотреть, либо Хэппи Тиран Викор. Спеллсингер с Минато. Так, сейчас я узнаю. А вот Титан стартует уже. Я к нему зайду сейчас. Титанчик с Гуру, Хэппи с Тиран Викор. Так, короче, ребят, вам мы с Титана Гуру сейчас смотрим. Крутого польского зерга против нашего Титанчика. Кобру я попросил постримить Хэппи, так что если кто-то хочет Хэппи Тиран Викор, посмотрите на стримы у Кинг Кобры. Я думаю, что, я не знаю, где он, есть ли он на главной или нет, но найдете, короче, игрят. Тут сейчас сортировку у нас есть по Старкрафту, лотов там и так далее. Думаю, разберетесь, не глупо. Я хочу посмотреть, как Титанчик отыграет. Вот. Все, к сожалению, не отстримить одновременно. Так что, ребят, если кто-то стримит, приходите стримить, пишите мне, если хотите, и будете стримить, я не знаю. Мэджика сегодня нету, наверное. Не, наверное, а точно Мэджика нету, насколько я понимаю, поэтому стримлю я один. Так, все, ребят, задержка, я уже в игре, вы все увидите сами, что и где происходит. Чуточку ФП от Гуру с АПМом. Титан приезжает, пробка, не успел помешать Хате заказу. Первые отборы, естественно, естественно, сегодня все первые отборы, завтра вторые отборы. Сегодня четыре человека на финальный турнир попадут, и завтра четыре человека на финальный турнир попадут. И восемь человек будет биться в финальном турнире. Но когда он будет, я вам расскажу не сейчас, потому что сейчас и неизвестно, как он будет. Гуру тут Титанов, видишь, Титану некогда писать. Короче, что это? Что за тороче? Так, Ромжик, ну ты же взрослый человек, голосу-то придираться как-то не очень. Ну, главное, какой человек, как бы, и что он понимает вообще. В Старкрафте, по крайней мере, хотя бы. Голос-то это уже, как бы, я не знаю. Можно этого... Как там его? Который монитор-то в Польше сломал, да... Единственный. Позвать, стримить тогда, если голос. Гигантский вот... Блотняк. А, Борец... Все, вспомнил, Борецкий точно. Твайлайт пошел у Титанщика. Делается адептик. 3.25 у рабам. Гуру не заметил пока что. Твайлайт из Титан сбивает овера. Контролит сталкера. 142-101 по лимиту. Гуру, кстати, невысокий. АПМ. 142-101. Это по АПМу было. А, Мэджик занят чем-то. Ну, ничего страшного. Занят так занят. Ну, что, по идее, как бы... Так, он тоже, ну, собирался стримить этот турнир. Но отборочные, ладно. Отборочные это отборочные. Здесь и отборочные это крутые у нас получаются очень. Опять гуру прессуют Делка. Что-то лингов много слишком. Делка атакуют одновременно, мне так кажется. Но Делок стоит как царь и выживает на 20 хп. Ему сталкер меняет. Нужно поля отрегенить, да. А, трохи чуть-чуть не... Что у нас поляков тут, что ли, в чатах много развелось? Поляков тут, по-на приходила на сайт, сразу все давай. Тут все сразу знающие стали. Ну что, гуру переводит 10 дронов на золото. Это абсолютно верное решение. Три базы добывает. У Титанщика тоже золото заказано. Адепт устроится, плюс три гейта добавляется. Я вижу, что достаточно четко у Титана. Все, он натренировался уже неплохо. Исошка, три рубля, вижу. Респект тебе. Так, да, варп Адептов идет от Титана. Как она намедленная, вот на этот пилон попали. Часть надо вот сюда варпить, на этот пилон, так как на нем гейт висит. Так, и Адепты вперед выдвигаются. Сейчас уже скорость атаки Адептам будет готова. Титан телепортнулся вперед, Лингов пропустил назад. Здесь сталкер на халте, два пилона. Не страшно забегание. Это Зилка, поставь же ты Титанчик. Ну вот такие вещи к поражениям приводят. Ну а че, если так... Китайцы все в рублю скинутся, да? Ладно, шучу. Хотя бы со стрима все уже нормально получается. Титан королеву пытается минуснуть. А куда он стреляет? Титан... Титан не в королеву стрелял. Титан стрелял в яйцо, блин. Вот это прикол. Так, Адепты на вторую базу приходят. Отменяет телепорт. Титан отправляется назад. Парабам абсолютно одинаковая ситуация. По боевому лимиту тоже одинаковая ситуация. И для Титана это очень хорошо. Игра приостановлена. Секунду в росте. Так, у Лешов Андрей 1000 рублей на PayPal. Спасибо тебе, Фурию Ханстера, как обычно. Игра возобновлена. Ну что, Адепты к четвертой Титанчика приходят. Здесь пилон с медленным варпом без гейта, соответственно. А входит Титан сейчас Гуру сбоку. Что у Гуру есть? Один из лингов. Два роучи и три реводжера морфятся. Адепты прорываются на вторую базу. Здесь королева одна. Титан ее моментально забирает. Линги приходят. Лингов надо разобрать. И телепорт на мейн. Пошел Титан в это время лингов разбирать. Дронов на холде. Вот так вот харасить надо. Холл ставь, Титан. Холл ставит. Дронов несколько минуснул. Здесь тоже приходят рабочие минусы. Очень неплохо. Как Титан неплохо-то отыгрывает? Я смотрю, рабочие еще минусуются или нет? Так, только роучи не покусить. Рабочих покуснул парочку. Телепорт на второй опять проходит. Еще Дронов зафокусил. Титан 59-66 парабам. Четвертая хата там у Гуру почти готова. Лингов заминусовал. Да не с королевой фокус рабочих нужно делать. Уже не доконтраливать Титан, потому что здесь тоже адепты. На второй базе не заметил, что еще королеву не забрали. Адепты со скоростью атаки нормально так вжаривают. Блинк плюс 2 делает. 109,99 по лимиту. Два роба у Титана работают. Уже и Морталов очень много сейчас выйдет. 118, 15 на спалинетах. Сек, Гуру просит секундочку. Минато поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Спасибо, Минато. Ты успеваешь играть и посмотреть еще. Вот ты молодец. А, ты уже спелсингера отработал. Ну что же. Блай опять пошел. Слышишь, флешмоб-то получается. Тут смотрю прям. Сижу, сижу и просто денежки капаю. Блай со Стрэнджем будет биться. Четверть финалами. Минато ждет Титана либо Гуру, кстати, победителя. Хэппи с Тиранвиком дерется. Кстати, надо Пашу, наверное, попросить, чтобы задержал полуфинал. Он немножечко. У нас матч за третье. Это место все равно. Или не надо задерживать полуфинал. Я даже не знаю. Я думаю, что надо задержать полуфиналы. Спасибо, Минаточ. Сообщение можно написать. Если больше 50 рублей, тогда Яндекс Баба поговорить маленько. Хоть не расслаблялась. Тоже сильно. Спасибо всем, ребят. Продолжаем. Титанщик бьется с Гуру. Плюс 2. И Блинг делается. Блинг почти готов. Робо Бэй. Вторая фаржа. Здесь Лингов забегает. А где Мазеркор висит-то? Ё-моё, Титан. Тут такие ошибки. Нахаратил, Зергана убивал. И 13 пробок на ровном месте дает. Может, не все, конечно, здесь погибли. Но, по-моему, все и здесь почти и погибли. По лимиту близко. Боевого Титана больше нужно выходить вперед. Четвертую ставить. Ну вот, если ты не ставишь фотонок, а только на пилонах собираешься обороняться, то пусть Мазеркор висит рядом с этим пилоном. Куда он улетает-то, нахрен, постоянно у Титанщика? 19 ровущей, 3 реводжера. Лингов вообще нету. А против ровущей реводжеров у Титана тут микс очень даже хороший. Но не нужно только бояться фаерболов. Нужно как-то агрессивнее действовать. Нужно идти вперед. Пилдами нужно, да, отгородить здесь все. 134, 131. Титан заходит под четвертую. Минусует хату. Так, пробивает газ Титан. Одну базу Гуру забрал. Телепорт домой. Пошел 160 Гуру. Он строит гидролингов сейчас. И 2-2 грейды у него. У Титана по грейдам не так все хорошо. Но он строит дестабилизаторов. Или у Ру есть чем контрить. Но то, что Титан так мало уделяет вниманию фотонкам, это не обеспокоит, конечно. Нужна оборона. А, ты чисто Титана ждешь? Ну, Титан пока оправдывает надежды твоих его. Вот. Потому что у него все очень даже неплохо, я смотрю, в этой игре. Вот он только про потонки сказал. Титан сразу потоночку добавил. 75 пробок. Пробок восстановил популяцию. Сейчас всю практически... По грейдам. Две фаржи у Титана, а грейды не... Вот бустятся они даже. Только не заказ. На атаку-то закажи, Титанчик. Что ж ты забыл-то про это совсем? Куда-то жмет Титан на кнопки. А куда? Хрен пойми. 162. 167-162 по АПМу. Близко. Грейтер спайер. Угуру. Не, кстати. Тут что-то даже я бы сказал, что... Для Титана могут опасные времена сейчас наступить. Потому что когда будет Люра Бруда... Ой-ой-ой, это будет как опасно. До варп с твалкеров. Сплэша у Титана не так много. Здесь по воздуху вообще ни хрена нет. Третью атаку он, наконец, заказал. Здесь после полей можно там армор, например, запилить. Раз было бы. Так, подходит Гуру. У Титана почти 200. Очень часто в воле Титан, выигрывая уже по факту в середине игры зергов, он потом отдавался. Каким образом? Он просто не шел в атаку. Здесь вроде как идет. А есть обсервер. Хрен, обсервера нет с собой. Зато две пробки. Случайно взял из контрола, видимо, Титан. Один. А, вот обсервер. Что-то рядом висит. Возьми, что я его сюда приведи. Да убей. Пять брудов пошло. Но если правильно дестабилизаторами стрельнуть, в принципе, брудов можно разобрать будет. Титану. Дарки пошли вот сюда, кстати. Ой, как они больно могут зайти. Здесь два архона. Плюс четыре дарка побежало. Восемь. Да, наверное, перебор было вести. Старгейт стоит Титан. Грейт в одной форже не делается. Нужно бы сделать. Уп, дестабилизаторами кастуй. Пошли касты. Хорош! Орёшь полотку сил армии. Сто пятьдесят семь. Нас двести сразу становится по лимиту. Заходят дарки. Эту базу Титан отменяет. На этой базе тоже сейчас проблема будет. Под... Подлю Ру боится... Не боится идти. Титан заходит. Здесь дарки все выбивают. Просто-напросто... Спорку зря Титан не фокуснул. Так бы дарки вообще все раз... А не, хотя оверсирейс. Но все равно Титан дожимает брудов всех. И это гг. Судя по всему, дестабилизаторами касты опять пошли. Что-то там попало под дестабилизатор. По-моему, это был реведжер. Так, Титан немножко отступает. Отблинкивается за Эморклук. Нужно бруда забрать. Он уже запарил. Пусть стрелять уже. Четырех кого-то убил. Там я знаю, кого он там четырех убил. Агрессивный блин вперед от Титанщика. Сталкер. Тим поддержал ваш канал на сумму 111 рублей ровно. Беспект. Спасибо, ребят, за поддержку. Сталкера, Эморкера. Все это дерется. Да варк Сталкеров пошел еще. Заходит дальше сейчас. Разбирает все к черту. Падает Гидра, падает Ру, Пусть потрелет ЖГГ-шечку, пишет Гуру. Гуру доброжелательный, я смотрю, такой парень. Титан тоже у нас очень доброжелательный человек. Всем за это и спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Ну что, если Титан таких игроков, как Гуру, обыгрывают, причем в такой игре макро это хороший знак, потому что Титан уже на очень неплохую форму вышел, я смотрю. Да, в Ладаре там могут быть поражения и... Так, эти Титан есть на канале, я вообще чуть не вижу. Титанчик стримит. Ждем. 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 Ждем хост. Буду заходить сейчас к Титанчику. Где Титанчик вообще? Вот он, Титанчик. Все, жду игру. Да. Все доброжелательные. Конечно. Так. Мисошка. Куда с Kiwi донатить нельзя? С Kiwi можно донатить. Что ты придумываешь? Пробую еще раз. Через плеер ты имеешь в виду. А. ХЗ через плеер, да, что-то я не наблюдаю. Захожу в игру. Прор 1700 М recherch. Великатная часть. oon candidate. Прорыв. Продолжение следует... Так, ну написал, баш, так написал что-то, да, ну буду, просто если один полуфинал раньше будет другого, то я его буду стримить и всё как бы. А, через кнопку, ну да, я чё, ты вижу, что киви там нету. Ну ты можешь с киви на киви донатить, а я озвучу. Ну да. Да, говорят, через киви нельзя на наш плеер пищу донат. Я не знаю, почему, как бы, может, с киви куда-то, оттуда уже куда-то, но это комиссия, конечно, бред, да, тогда полный получается. Не знаю, видимо, какой-то конфликтная тема с киви там, наверное, есть, я без понятия почему. Рустаман, что у тебя-то там случилось? Строит Титанчик здесь пилон и блощит лингов оппонента. Гуру идёт вперёд. Газ чё-то подобывал, но даже сотку не стал добывать. Отменяется пилон, гуру сейчас будет заходить, но Титан здесь всё тоже заблощит, естественно. Строится гибернетка, сейчас Зилок выйдет и будет линк. Пользователь активировал премиум на ваш канал. Ну, спасибо тебе. Так, Зилок выходит, потому что пилон отменяет, Титан отменяет пилон. Пробок нужно уводить, да всё, Зилок один здесь справится, чё Титан боится-то, я не понимаю. Так, Зилка оставляет, да пробки-то пусть добывает, ё-моё, нахрен здесь они стоят-то, шесть штук. Ой, Титан, боится-то как, а? Нахрен три пробки здесь держатся в итоге, не понимаю, просто. Хоть часть назад послал. Так, приманивая Титан оппонента сюда. Мазеркор готов, уверчаж нужно выставить, выставляй Титан уверчаж. Пробок нужно на добычу посылать, адепты есть, нужно забирать всё. Так, забрал всё, дичь, пробки повалились сейчас, нул, спасибо тебе ещё раз. Не, как Яндекс, барышня, не могу. Саплай-блок у Титана неприятный. И чё-то он стоит-то, чё он стоит-то здесь уже, Нексус, хата точнее, готова. Как-то Гуру Титана сейчас на ровном месте так развёл. И рабочих меньше, и саплай-блок, и всего меньше, и Титан вперёд не идёт ещё при этом всё. Так, Роба у Титана, вовер висит. Наверное, скорость атаки адептам сейчас будет трейдиться, учитывая, что... Так, Варв дать Стан бустил. Роуч Ворон Гуру делает, подозревает, что что-то здесь опасное может происходить, насколько я понимаю. Так, здесь у нас что? Здесь у нас гейт будет заказан. Здесь, кстати, по-моему, не застроено. Да, здесь пройти можем. Нужен пилон ещё один. Третью хату Гуру уже ставят. И Лингов несколько штучек вперёд бежит. Сейчас мув будет готов. Может, на мейн, кстати, прорваться. Адептами Титан встречает. Видите, они блочат. Как раз только один успел просочиться сейчас. Здесь Син-3, делки встречают. Так, Лингов убил. Титан сейчас заходит на вторую базу. Нужно за минералы встать. Да, что Титаны делает. Хорошую позицию убирает, но всё-таки слишком много. Не того фокуснул. Повезло. Брат... Братан разделил дэмэдж рабочего. Не смог убить, поэтому Титан зафокусить. Пользователь Зигмант активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Зигмант. Перворождённые выстоят! 65-73. Вот. Раб... Гайтили всё-таки застроены здесь. Не, наверное, всё-таки застроены. Ошибся я, да, наверное, всё-таки. Хотя у меня как-то раз линги где-то там пробегали, непонятно где. Здесь Мазеркор висит. Титан выход готовит. Обратите внимание. Лингов сейчас хорошо, что они убежали. Можно одним филдом было всех поймать. Роучи. Одна штука всего лишь Угуру и Пушта от Титана. Очень сильный получас. Смотрите, он с Имморталами с двумя заходит. Королев нужно отжимать филдами. Сейчас кикфилды не ахти от Титана пошли. Юнитов разделил, не прикрыл. Они не в куч находятся. Но, кстати, передние уже отдались, а задние тут тупят. Но Иммортал вовремя очень армор врубил сейчас. Так, Титан дальше идёт по Роучам. Никакой дэмэдж Иммортал выносит сейчас. Нужно одного отвести назад. Один отводится назад. Призма летит. Что-то там ещё подходит от пилонов сейчас Титанов. Призма минус. Нужно разложить Призму сейчас и до Вар провести. Перекапывается плётка сейчас. Адептов достаточно много. Будет ли завоз на мейн сейчас? А Титан... Да! Завоз на мейн пошёл сейчас. Завоз, говорю, на мейн. Адепты на халде. Иммортал один снизу. Наверх нужно забрать. Конечно, под Роучи сейчас. До Варп с Н3 пошёл. Какую Титан интересную тему демонстрирует. А-ля Воу. И всё. Филд на рампу. Реводжеров нужно Гуру делать. Без реводжеров филды не контрятся Гуру. Что ж ты не помнишь этого? Так, реводжеров наверняка сейчас Гуру сделает. Да, одного делает. Филд какой-то кривоватый от Титана. А Титан-то я, по-надеюсь, помнит, что... Реводжеры филды контрят. Так. Забирается Гуру врываться на хайграунд. Но на рампу попробуй тут варвись. Ещё здесь Титан во всеоружии находится. Так. Нужно аккуратнее быть адептами. Рабочек минусует. Там Гуру наверх заходит. Пошёл Адаварп очередной. Иммортал почти минуснул, но почти не считается. Под призму касты пошли. Минус Иммортал и минус призма неприятный для Титана момент. Но Титан тут зато дронов понаубивал. И можно или новый пуш запилить сейчас, или же попытаться в макро выйти. Но 50-67 по боевому лимиту Титан невероятно проседает. А на этой карте пуши... Адепты в хату долгают. На этой карте очень опасны эти пуши с реводжерами и лингами. Вот в чём проблема. Титана сейчас... Третий нексус он запиливает. Иммортал из троица зелков добавил. Будет ли здесь встречать? Да, будет встречать. Плюс гейты добавляются. Вот блин бы ещё к Титану сделать. Вообще бы всё бы хорошо было. Кто хочет хэппи глянуть Тиран Вика, Кобра должен стримить. Не знаю, может уже кончилась там игра. Я не уверен, ребят. Но мы смотрим Титана против Гуру. ПВЗ. Титан ведёт 1-0. АПМчик, давайте глянем. Почти одинаково вообще у них. По потерям. По потерям Гуру больше потерял. По юнитам давайте глянем. Ну, Титан весь пуш потерял. Вот, здесь 18 дронов было. Титан рабочих вообще в этой игре пока не терял. И это очень хорошо для него. Камни обороняет, отгоняет Гуру. Третий нексус сейчас будет готов. Блинк. Странно, что Титан не хочет запилить. Без блинка как-то, ну вот, не смотрится этот микс. Хотя, хотя, по лимиту уже ровно. И Титан третий нексус сейчас начнёт добывать. И в пуш опять пойдёт. Ну, что интересно, Титан вообще не использует сейчас фотонки. Но, зато он имеет армию постоянно очень большую. И даже больше, чем у Гуру. Заходит Титан Дисрэвлджеры. Так, а что Филды какие-то кривые? Так, никого не забрал Титан. Это косяк очень большой. Королев у Гуру миллиард. Это для него плюс. Ну и куда Титан далеко залез? Прямо под армию у Гуру. Лингов надо раскайтить. Роучи без муа пока. Но на крипте Тирок быстро достаточно ходит. Нужно аккуратно быть Титаном. Филды пошли под Королев. Довар к сталкеров уйдёт. А, Титан тут даже без кринка собирается пушить. Просто сталкеры, адепты и морталы. Роучи строятся. Линги строятся у Гуру. Дерутся. И мортал неплохо. Королева трансфьюзит. Нужно законтраливать. Законтраливает Титан. Не понять, что сейчас. Отступает назад. Королева пытается до призма добраться убить. Нужно и мортал забирать. Титан это делает. Отступать нужно. Сталкер пытается Гуру окружить лингами. Лингами сталкеров окружает. Титан отступает сейчас. Здесь до варп адептов идёт и юнитов. Мас-мас-мас. Ну и... Не знаю. Вот экономика великолепная у Титана. Нужно ли вот так вот было давить? Почему блин-то не сделать? Может призма залетает сейчас? Четырьмя адептами Титан собрался подхарасить. Ну, пару дрончиков забрал. Королеву не забрал. Ну, был близок по грей... Ой, по грейдам. Вот в чём печали. Титан фаржу-то не добавляет. Поздняя фаржа, но всё равно решает. Хотя плюс один. Там, я не знаю, у Гуру уже две атаки есть. И армор пошёл. У Титана по нулям. Вот это сейчас зарешает. В итоге тут ещё Гуру выходит в люру. Титан харасит, летает в это время. Делая блинг. Опять же, я не наблюдаю у Титана почему-то апсервера. Так, заходит Титанчик под Гуру. Филды есть. Филды пошли. Лингов нужно отконтролить. Под фаерболами-то нафрина Титан стоит, не пойму. Куда-то пошли новые. Ой-ой-ой, Титан вообще от фаерболов не отходит. Это очень печально, очень опасно. Судя по всему, это 1-1. Гэгэй, пушите Танг. Так, Паш. Ну, за императора-то не надо банить. Я думаю, что... А то же тебя вообще тогда на ладере будут карать. Это перебор. Ну что, будем врываться в третью игру. Так. Так, Андрей, вижу тебя, фьюрый хамстер. Питер, Питер, слушай, пока не знаю. Вообще собирался, но если и поеду, то после Нового года, скорее всего, я поеду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, хэппич разбан запомнил, но будем надеяться. Хэппи Эрмарин Велоцираптор сразится с победителем Димага Изи. Изи Рейлмера убил. Победитель будет биться с Хэппи. Кстати, это может быть Димага Хэппи, ё-моё. Конечно, та полуфинал надо задержать. Блай бьется со Стрэнджем. Уже и Стрэндж 1-0 ведет, насколько я понимаю. Победитель будет биться... Титан будет или Гуру биться с Минато, а победитель уже с победителем Лая Стрэнджа там в полуфинале. Короче, полуфиналы надо тормознуть. Ну, какой первый начнется, тот я, конечно, и заскочу. Продолжение следует... Ну что, у Титанщика билд через гейт нет, с кибернетчика на рампе строить. Сейчас достроится, такая четкая достаточно стенка. Все интересно так стоит ровненько. Гуру мув пошел. Нужно быть готовым обязательно к муву. А Титан видел все, значит должен быть готов. Потому что если он не будет готов, то это полный бред, конечно. Готова кибернетка. Где Мазеркор-то, я чуть не понимаю. Мазеркора пока нет. Гуру не собирается пушить. Плайлайт пошел. Линк пробегает, проверяет. На рампе ни хрена нету. Мазеркор заказан. Кстати, Гуру наверх не зашел очень и очень зря. Но он залетит позже, увидит. Судя по всему, овером вот этим. И странно, что Титан... Странно, что Титан ничего противовоздушного не строит. Покер, да, Титан больше не играет. Линк все-таки пробежал. Твайлайт спалил. Ну, конечно, нагло без вот... Когда все открыто так ставить. Адептам скорость атаки пошла. Пробка есть на карте. Можно пион поставить для варпа где-то здесь, да? Ну, варп еще еще не скоро будет. Мув готов у Гуру. Сейчас Титана это должно, по идее-то, озадачить как-то. Потому что... Могут убить. Ну, два гейта. Все, стенка есть. Отлично. Все здесь заблочено. Линги уже бесполезны вот в этой ситуации. Вот они забегают. Но Гуру тут... Ой-ой-ой, тут он оверка морфит. Титан это видит прекрасно. Призму на мейн. Простите, призму Мазеркор к мейну подводит. Оверчаж выставлен. Все, не будет здесь никаких лингов. Нужно адептам с Мазеркором встречать сейчас. Там бояться за рампу нечего. Смотрите, Титан ты не видишь, что ли, что он сюда летит? Все, сейчас увидит Титан. Сейчас второй адепт придет. Гуру мимо дропает. Еще Гуру. Говорит, что эти они мимо дропаются, а им на орехи выдают сейчас адепт с Мазеркором. Кто-то кого-то где-то грызет. Пилон линги грызут. Но все-таки Титан отбивается. На мейн два линга врываются. А что они бегают-то на мой Гуру? Что же ты бегаешь-то? Покусай хоть кого-нибудь. Он разведывает больше хочет, чем кусаться. Линги любознательные оказались. Они кусачие. Ну, это как мозг прикажет, который вот сидит где его мейн. Это Гуру плюс два газа у Титана. Скорость атаки адептам готова. Здесь у нас гейток ставится для большей скорости варпа. Я не знаю, мува-то овером нету. Закажишь ты, блин, что-нибудь сбей, ты его уже в наглую висит. Так, что там, в чате беспределка, что ли? Я не понимаю, что в нем. Где вообще кто-то там есть? Кто-нибудь, кто контролит-то, ема? Желтых тысяча миллионов. Всех-всех-всех. Короче, Бзик, ты тут, я вижу. Ты у нас грамотный человек. Ты разберешься, я не отвлекаюсь. Адепты врываются сейчас на вторую базу. Титан отменяет каст. Роучи туда часть отманил. Здесь разбирает лингов, разбирает роучи. Нужно уйти немножко назад. Линги, посмотрите, кривовато дерутся, из-за того, что адепты на позицию сейчас встали. На холде нужно рабочих поубивать. Что Титана делает? Телепорт будет. Телепорт попер. Ну, прямо в королеву. Титанчик, а как ты в королеву-то нахрена ворвался так? 103 из 91, по-моему, по лимиту сейчас. Не в пользу Титана, правда. Фокус рабов пошел. Лингов тоже отфокусить не мешает. Через холд, потому что через холд эффективнее гораздо все это происходит. Сами понимаете. 44-56 по рабам, но по боевому гуру в два раза больше. Сейчас можно спровоцировать его выход вперед. Как Титан нафокусил, а как же жестко нафокусил. Готов ли отбиться-то он только единственное. От врывов оппонента своего. Если он вперед пойдет, имморталы строятся. Мазеркор есть. Снизу пару адептов сталкер. Здесь еще адепты подошли. Телепортируются куда-то. Вот он так успеет. Успеет телепортнуться. И рабочих начинает принимать. Здесь опять какие вездесущие адептики от Титана. 88-96. Квали имеет уже почти ровно. Но боевой-то, сами понимаете, у Зерга выше. Но это не значит, что он пришел сейчас и убил. Просто продавил. Вот куда Титан? Вот это любимая тема Титана. Вот стой на месте, просто принимай. Лингов зато принял. Титан вышел, принял Лингов. В принципе, в плюс вышло. То раньше очень часто было. Титан в плюсе, нужно посидеть, отбиться просто. А Титан пошел в центр, отдался. ГГ. Так как оппонента сам вынудил просто через Аклик пойти. Это было более такое. Не раз происходило. Так, адептик четвертый. Титан уже четвертый, что ли? Да, четвертый Никус у Титана пошел. Что-то Титан макро-Титана врубил. Блинк плюс один делается. Второй роботитан добавляет робу Б. Сейчас здесь стабилизаторы пойдут. Выходит такой оперативный микс. Да, варп сталкер плюс идет. Блинк Титан не бустит. А куда бусты все? А вот, ну, бусты в правильное направление, конечно. Фаржа плюс два роба бустится. Здесь адепты есть на обороне. Тоже неплохо. Вообще Титан, кстати, с одной стороны, да, как бы, есть опасность, что грамотный игрок разведет, но с другой Титан вот тем самым выгадывает для себя все ресурсы в армию, вкладывает. То есть он фотонок вообще почти не строит до определенной стадии. В этом есть плюсы определенные. Но если вот такой игрок, как Сирал, Титану попадется, мне кажется, это может быть просто разгром и унижение. Если грамотно Зерк начнет забегать по-разному, я не знаю, играл ли Титан с ним или нет. Так, рабочих Титан убил. Тридцать одну штуку, очень много убил. Здесь у нас, ну вот, посмотрите, прилетели, пришел дроп Роуч, и все, адепты не ахти. Потомки получше, конечно, побороняли. Так. Титан и оверов сразу подпокусил, тут молодец. Забрал двух, причем они не простые, а с дропом. А сейчас каждый овер для дропа биндится, бил, биндится, грейдится. Вы должны это помнить, наверное, это лотов уже. У нас не ход, нет общего грейда. Две фаржи заработали, поля Титан делает. Кстати, о полях я думал, почему поля выгодны. Вот сейчас в лотве стали еще больше. Потому что у Сентрии ровно полей хп, у сталкеров ровно. И у адептов там 80 хп и 70 полей. То есть, то так же практически ровно. И на здании они действуют. То есть, грейд очень хороший. Четвертую хату Гуру занял. Хайв готов. Люр, Кирден, Ультралис, Кеверн запилены. Но Титан делает выход. Что-то там погибло, я не знаю. А, это был Реведжер, насколько я вижу. Так, касты от Гуру пошли. И попадает. Но Титан получше сейчас здесь стабилизатором, чем Гуру по нему попадает. Несколько юмидов забирает. 169, 161. Дотекание идет. Призмы не наблюдая. Если Титан придет до готовности Ультралис Кеверна Ультралов, это будет очень круто, на самом деле. Еще один каст пошел. Попадает, не попадает. Вот этот попадает. Ой-ой-ой, как? Сейчас по себе можно попасть. По себе Титан не попадает. Контроль у него всегда был. Стильной стороной. Но вот что-то Титан любит гулять, правда, под дождем. Вот этим вот практически золотым, фаербольным. Реведжеры они такие, они опасные, ребята. Так, где здесь стабилизатор? Пересмерть несколько юнитов забрал. 125, 169. Гуру на Ультралов копит. Он, кстати, может переворот с Ультралами с этими сделать. Но третья атака. Иммортал из двух роба строится у Титана. Две форжи гусицы. 200 почти. Титан вот вернулся. А что вернулся-то? 200 лимита. Что здесь делать? Надо идти добивать как-то. Я не знаю. А Титан здесь стоит. Два Иммортала. Можно подождать, конечно. Титана нерв чего в хлам выносит? Ну, я говорю, такие с грамотным зергом, которые... Вот не эти там... Не чувствуют рейндж еще пока дестабилизаторов, я вижу. Так, у вас Талтера. Два флюра подфокусил. Тут нужно бы забрить. Забрить не получилось. Тут контрзабегание, какой-то развод от Буру пошел. Внутри фотонки есть. Титану нужно либо отступить, либо вперед эти. Телепорт домой делает агрессивным блинком. Роучи ловить сейчас. Титан это делает. Три-два грейды делаются сейчас. Причем поля вторые. Архона, значит, жирные будут. И вообще вот, учитывая Титана билд, нужно архонов ему в микс добавлять с таким количеством газа. И вообще все идеально будет. Тут этих сентрей нахрен сейчас заменять как бы на архончиков просто. И все, и идти убивать просто. Да, призовые 4000 рублей, между прочим, очень даже неплохие. Так, пара ультралов у Гуру есть. Титан сам себя тут подорвал. Просто красавец, в кавычках. Ну, много имморталов, и вроде как все хорошо бьется. Но сколько трансьюзов там у Гуру, дестабилизаторов запрессовал сейчас всех. Титан отходит, фокусит ультралов. Ультралов подфокусил. Ну, дестабилизатор, дестабилизаторами. Что-то у Титана тут продакшн колоссальный. Какие? Вот что Титан делает? Там у Зерга нихрена нету вообще. Грейдов нету. Проклик и грейды 1-1 слабейшие просто. Имморталы, Архоны, все. А на Аклик идти убивать Титан, что-то непонятно. Какие-то дестабилизаторы тут. Есть дестабилизаторы, две штуки. Куда больше? Тут уже они не решают. Они решают дестабилизаторы против Роучи Реводжеров. Идеальное оружие. Гидралис, там люры, я не знаю. Но не ультралингов. Так, Кату очередной раз, Титан подрезал. Но дальние-то базы все живут. Поля Армор, пошел третье уже поля у Титана. Вот ты делаешь вот три грейда на поля и не сливаешь Архонов. Ну как так может вообще быть? Я не понимаю. Довар в Дарков сейчас был. Так, здесь линги забегают. Ну, верчажей можно Мазерхором еще на пилоны добавить. Что Титаны делает. Достаточно обороны стационарной, чтобы отогнать. А на этой базе недостаточно. Гуру как раз туда и бежит. И Титан не понимает, что Гуру туда бежит. Ну, логично, что он сюда побежит сейчас. Так, пробки переводятся. Титан что-то через верх идет. Непонятно, какие-то вещи делает. Довар под Эпков идет. Уверчажа нужно на пилоны выставлять. Дарк отдавает. Дарк отдавает. Дарк поможет, кстати. Еще один уверчаж. С разных сторон пилоны атакуют. Так, тоже помогает. Все, Титан отбивает свою базу. Архончиков добавил. Ну, неужели? Ну, три штуки это мало. Шесть, я не знаю. Еще больше. Все-то будет... Если много люры не будет, то Архоны будут перед ультрой стоять. Просто замечательно. Да, Титанчик будет написать. Завтра или сегодня что? Ну, нужно ему добавлять в юнитах этих. Так, Иммортал минус. Хата упала. Три Иммортала еще Титан строят. Вот опять переборщ с Имморталами какой-то идет. А агрессии не происходит. То есть Титан бегает взад-вперед, а оппонент своего не убивает. Так, у люре касты пошли мимо. Просто перекопался Гуру и все. Я просто залог. Ну, люру забрал все-таки. В итоге три Иммортала сейчас выйдут. Сталкеры. Вот нахрена сейчас Сталкеров строить? Вообще не пойму. Грейды максимально уже почти 3-3-1. Хорошие очень грейды у Титана. У Гуру 2-2. Здесь грейды у Титана явно посильнее сейчас. Нужно заходить. Имморталы подхочу. Еще здесь 3. Ё-моё, сколько здесь жесточайшего лимита. У Титана Имморталов 9 штук сейчас. Ну, 6 он только с собой взял. Нужно взять и остальных. Титан не видит пока, что они дома стоят. Тут вайферы строятся. Так, добавляю Титан там. Старгиты. Нужно зайти. Можно вот люркер ДН минус. Все, люркер не будет. Много хороших зданий таких, которые можешь забрать. Лоу, Гуру. Еще до чего лоу. Так, неплохо. Дестабилизаторы сейчас попали. Но под Микозом и Зеленкой Титан тут тоже отдается частично. И может не очень дерутся. Ультралиска трансьюзит Гуру. Там просто, я не знаю, тысячу раз всю энергию ультрала. Сейчас вылил просто. Дестабилизаторы сейчас могут отдаться. И, наверное, отдадутся все. Так, товар по Титану где-то там вдалеке идет. Отступает Архоном, Сталкером, Дестабилизаторами. Хоть Титанчик так нервничает, что. Архона своего лопнул, по-моему, только что было. Дарки на дальнюю базу приходят. Минусует Титан уже здесь мясом просто Гуру задавливает, насколько я вижу. Инверсира минуснул. Дарками отступает. Можно в Архонов их слить. Дестабилизаторы отступили. Ценные юниты имморталы стояли. Здесь 4 штуки есть. Все, из Дарков Архонов сливаем и выходим. Вот Апсервер летает. Крип не чистит. Что-то Титан от одного Дарка оставил. Здесь 7 осталось. Так, здесь пищеварники еще. Шторм нужно добавлять. Все, вот такой вот микс. Вот, вот, вот такой вот микс. Архоны, имморталы, дестабилизаторы, чуточку Сталкеров и Шторм. Все. Призму и Доварс, мозги и Тофа Сталкеров, если будет свич в воздух. Вот, так что, просто у Гуру не было ресурсов в этой игре свичнуться в брудов. Если он просто Зерга отпустит, он брудов свичнуться, это сразу разгром будет, на самом деле, вот этого всего дела. Три, 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 два грейды. Три, три, атаки, три поля. Армора пока два. Вот здесь там подходит. Зелки, эти зелки-то нахрена тут затесались. Вообще, лишний лимит на такой стадии. Так, подходит Гуру. Нужно сейчас дестабилизаторами грамотно главный стрель. Зелки наверх пошли. Разводит Титан. Так, дестабилизаторами атакуют. Хорошо там проходит дэмэдж вообще. Архоны бьются, имморталы тоже вплотную вынуждены под зеленкой подходить. Но они вплотную неплохо дерутся. ГГ, Гуру пишет. ГГ пишет Титан. Титан будет биться с Минату. Я сеточку сейчас посмотрю. Так, у хэппи-оппонента еще нету. Насколько я понимаю, Изи с Велоцираптором. Так, Изи Демагу убил 2-1, кстати говоря. Изи с Велоцираптором только сейчас будут биться. А я буду Титана против Минат смотреть. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, Андрей понял тебя. Если поеду, то отпишу тебе, конечно. Ну что, ребятки, про хэппи-то стишки придумываем. Про Титана что-то не очень. Про пыльцу, может быть, про что-то еще. Пора бы уже начинать. Короче, всех приветствую. Благодарю вас за внимание. Помните, что можете поддерживать и турниры наши, и меняемый канал от блоками, отключенными подписками на премиум и материально через плеер или через реквизиты. Так, от ИСОшки 7 рублей на Киеве вижу. Спасибо тебе. Жду Титан с Мината. Пока там полуфинал еще. Блайс Трендж. Не знаю, какая ситуация у нас по играм. Хэппи ждет. Изи Велоцираптор. Например, кто-то из них будет биться с Хэппи. Может повториться, кстати говоря, Хэппи против Блая, полуфинал Бобра Лиги, между прочим. Короче, ждем, ждем. Почему без задержки? С задержкой. С задержкой. Продолжение следует. 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 пользователь соляркин активировал премиум на ваш канал спасибо соляркин гаунлет сегодня стримить не буду скорее всего gsl завтра буду стримить стопроцентно хотя там life and cup еще в котором я в игре могу быть посмотрим какой там состав будет где и что и будет ли вообще life and cup завтра пользователь ронни активировал премиум на ваш канал спасибо соляркин ронни сегодня отборочные полностью первые пройдут какие этапы спасибо всем ребят за поддержку премиума так менять еще что-то я не вижу а вот они с титаном должен черкать на карта в данный момент а 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 короче за поддержку всем большое спасибо ребят так кстати на кибете на кибете ставочки появляются на данный турнир happy тиран вик вот только что ставка была недавно я думаю сейчас еще будут запиливать кто следит там так что следите сами я вам сейчас покажу через кнопочку делаете через рефералку мою на гору на sk2 tv в описании и кнопка в на goodgame в описании черненькая чата под стримом кибетовские чтобы видели что через мою делаете да там ну и на ночные турниры ставки будете делать тоже через кнопку делаете это вот ночной турнир вот этот вот про который ты говорил вот завтра еще на gsl есть ставочки ну и сегодня здесь вот будет появляться возможно не знаю будет ли успевать делать участке титан против минато будет полуфинала там и так далее посмотрим ну хотя мог бы я создать так террасы приона создаю короче ну что титанчик против минато будет биться сейчас поехали а ст поддержал ваш канал на сумму 250 рублей ровно серёжа за старкрафт спасибо стечь сопрано премиум 80 рублей стоит стримеру идет 60 сейчас есть возможность больше установить стоимость но больше не буду я конечно же устанавливать у меня есть а 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 ф а а а а а пер премиум много-много всего до месяца финал вообще жарким будет этого этого завтра вторые отборочные gsl начинается home story скоро гг года тоже впереди основной этап там будет сетка у нас с лузерами опять верхняя сетка я так понимаю вот три лузера на золоте вторую ставит минато титан пока не видел выезжает вторым дроном наверно на этом золоте ставить будет по туда посмотрите хорошо идет прямо прям минато хорошо все делает яндек впечатление положительное есть кэш косяков многое кстати еще не большинство из них как и воли были у титана затягивает иногда стационарной обороны мало каких-то моментах ну посмотрим как сми нато сыграет в принципе гуру обыграть это уже хорошо ну уровень значительно за такое сколько титан тренируется там еще месяц они тренируются получают или или сколько там или уже не месяца не было нас ты насколько понимаешь у starcraft даже месяц starcraft только прямо месяца нет и какого числа он вышел то вот не месяца starcraft уже есть я думаю что-то я забыл уже а ноября же 10 ноября ли как-то так ну да тут около месяца титан чуть меньше на на играет получается и уже неплохо неплохих игроков выигрывает ну естественно но премиум-то это как бы не основное доход есть но я считаю это перспективная такая тема которую нужно развивать так точку сбора косячная поменять надо поменял титан точку сбора адептиком great на скорость атаку пошел хороший здесь у нас интересненькая такая тема может быть и пользователя без мал активировал премиум на ваш канал спасибо всем ребят что-то поперлю поперлю минато находит все и сразу а проверяет всякие прокси штуки находится ответственно вот этот гейт пилон у титана 4 гейтата строится это кстати билд очень похож на билд эмси но эмси там с роба как-то его по-моему делать и титан решит что нахрен кушать лучше лучше как-то так титан три недели а starcraft 10 вышел да я уже вспомнил сам мой час это услышите ну я не знаю что будет посмотрим просто титан бета-то не катал как бы я катал бы бету например задрачивал вообще бы жестко было реводжер линги роуще от минато он хочет пропушить титан лингов много оверчарджи выставляется адептов у титана много линги падают вообще моментально но пилон один покажи в остальные все погибли 65 84 буро ой 14 на 55 боевого лимита минат какой напряженный пуш но минато агрессивный игрок и это очевидный очень такой момент он любит такие всякие вещи он еще со времен старых это все дело любит убивает нексус на золоте отступает титану игнаться за ним смысла нету сейчас у сроу лин идет ему как-то дома надо обороняться сейчас пилонов подстроил но учитывая что у оппонента реводжер ни в коем случае их вместе нельзя пилоны ставить 700 есть газа у титанщика вот нему бы как-то вот против вот такой вот хрени негрейжина и роучи без мула архона идеальное тоже решение я чисто за архонов с н3 здесь вот ну ну поставил ты пилдов а дальше то что так у реводжера кастует пролингом по своим там попадает тоже минато но по титану не слабо тоже вода титан забывает про то что эта хрень очень жестко напрягает это минус титан судя по всему 95 на 50 по лимиту вот как-то вот эти че опунинги через всех вот этих вот адептов пришел и убил так про этот турнир дикий а уже грил нет скорее всего не буду потому что можно слишком да и нужно отдохнуть наконец-то вот вот это два золота очень сильно решают на карте на это конечно жду инвайтов следующую игру н н Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, если все готовы, Титан пишет ГЛХФ, Титан пишет куда-то Мината в личку, видимо. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, я хочу вам, знаете, что сказать? Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну что, дроны... Добавил субтитры DimaTorzok 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 Ну не знаю Если это будет слишком сказываться на результатах Вот по корее будет видно, как основные турниры все начнутся Тогда и будет виден перекос, как бы Пока это непонятно Потому что те же дестабилизаторы, они реводжеров просто унижают Как бы тирану тяжело Тирану тяжело, да, но тоже отбиваются тираны грамотные Мы это все видели Адепты Феникса у нас Сталкера Тагналовера Сталкер, Зилок, Адепт и Феникс Четыре разных, кстати Четыре разных боевых юнита У Титана есть прикольно Оп И Мазеркор Пять, ё-моё Каждого По чуть-чуть Так, немножечко про демоджеллингов Зилок, Адепт Так, премиум на почту ключ кэш приходит Влагает каждые 3-4 секунды Вот человек пишет Отпишите, ребят Влагает ли у вас Чтобы понять, как бы В чем дело Просто 60 фпс Теперь качество И битрейт с 3500 до 4 я поднял Сегодня 4500 ставил Ну, были жалобы, что там плохо идет Но 4500 я убрал Поэтому Пусть 4 пока будет Там уж действительно интернет Может, ну, хотя там разница Четыре пятьсот Четыре, то есть, но Четыре пятьсот Тут получается Четыре с половиной мегабита Нужно точно А так, четыре, как бы Собирает оверов Титан сейчас Не надо Тут газет меняет Спорок Ставится, типа, две На каждой базе Странное расположение Та надо так и вот так Ставить и здесь Вот так и вот так Как-то вроде 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 и интересно А с другой стороны Здесь также с газа Можно подрезать Зато с этого прикрыто Четыре дрона Про запас можно Одного убить И нормально будет Вот, кстати, да, вот Спорка-то не прикрывает Здесь, смотри, на Один газ прикрывает Второй нет Ну, Титан надэмиджил Феникса Одного у него Очень приятный момент 2-1 Лингом Муфроучем И Гидроден Делается 59-56 Пробычу Титана больше Третий Никсус заработал Гейты добавляются Гейты добавляются Видяха GTX 780 Ti GeForce Видяха Насколько я помню Лагает Сейчас напишем Так Может, это от меня Проблемы какие-то Я не знаю Лагает Титан Проблемы Плюс Плюс Вторая атака Поля у Титана Две Два роба Разбирает Титана Кстати, здесь Ой, как роучи Вот в чем минус адептов Все Четыре роучи спереди И хрен что сделаешь Так Нужно спать Еще можно их и в реводжеров Трансформировать На самом деле Так Адепты падают Килоны падают 138 100 по лимиту Мината Дотекает Сюда сейчас к Титану Ко второй базе Ну, здесь то верчажей Очень много есть Четыре реводжера Да, Мината делает Сейчас, чтобы усилить армию Прямо здесь 146 112 АПМчик 237 Минат против 153 Титановского Заходит Вперед Так Уверчажи Поперли Так Четыре каста реводжера Или не четыре Сколько-то упало сюда В игре у меня ничего не лагает Заметно там Смотрите, там Контратаку собирается Вымнуться Два ультрала У Мината уже Три-два Грейды, между прочим А где ультралис Кеверн? Я вообще не вижу его Вот он Уникального Грейда на ультралах Нету Косяк Мината Смотрите, какой четкий билд То есть Он и Линго Роучи Гидрой Пушит И при этом еще и в ультру Вышел До десятой минуты Вот уже четыре строится Жесть какая-то Развитие Замешено Несторожное Так Ну что, заходят линги Адреналин у Мината есть Адепты держатся пока Нужно принимать Нужно принимать Боже Так, дестабилизатор Реводжеров Минусу Деленка От Мината еще То есть он все это Свайперами делает Офигеть Да Мината какой-то ПВЗ ЗВП ЗВП, точнее, сильная очень Так, ядра приходит Еще бы Если бы он Вот ему бы в стиле еще Этого Как его Ну вы поняли Сиральщика бы Делать три эволюшена Вообще бы Замечательно было бы Так Идет Отгоняя Дестабилизаторов Гидра пошла уже Ко второй базе Здесь иммортлы Дарки Уверсира Нужно подводить Гэгэй Титан Мината ушел Жесть просто Сейчас я сам свой стрим Посмотрю, погодите Подписывайтесь Смотрите Так, слышу, как в ледоколу я писал. Ну что, заходят линги? Адреналин у меня-то есть, адепты держатся пока. Нужно принимать, боже. Так, дестабилизатор реводжеров минуту. Зеленка от Мината еще. То есть он все... Да, есть фризики небольшие какие-то. Мината какой-то... ПВЗ, ЗВП, точнее, сильный очень. Так, гидра входит. Еще бы, если бы он... Вот ему бы в стиле еще этого... Как его? Ну вы поняли. Ну у меня почти нет этих призов. Вот один я заметил. Короче, ХЗ, ребят. Что за дела? Наверное, все-таки не от меня такая тема. Ну что, нужно полуфиналы нам уже стартовать по ходу дела. Велоцираптор с Изи еще бьется. Стрэндж против Мината. Давайте начинать. А где Стрэндж-то у нас? Вот он здесь. Вот. Стрэндж-то у нас. Продолжение следует... Продолжение следует... Почему так однокалиточно? Ну, нужно анализировать. Но Минато очень четко отыгрывает. Значит, нужно вот эти... Билд один просто с адептами построился. Универсальных билдов не бывает. Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Эй-эй, какой выход-то, ё-моё! Как-нибудь можно вот это... Быстрее интересно делать через хот-кей какие-нибудь... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... так ребят час от игра будет отпишите мне если блин я кстати логотипа нормально не разместил ни хрена или нормально кибет так что закрывает иконки юнитов или наверх поднять его я не знаю скажите мне как лучше короче скажите если фрезы продолжатся будем на ходу пытаться разобраться что там и как почему проблемы ну что minato strange у хэппи еще оппонента нет насколько по кстати велоцираптор этому он может смех играть пользователь она прилина активировал премиум на ваш канал спасибо она прелин minato минуту просит это уже полуфинал ребят поздравляем поздравляем strange минаты и хэппи с проходом финальную часть года титанщик остановился немножечко до прохода вот зерк протостер анчо баланс парасом в принципе посмотрим там тиран еще и зерк пройдет один велосераптор или изи да не мне в принципе этот мне это так чё поднять наверх не понял просто когда с многими начинаешь говорить то там вот эти из каждого нужно выйти потом чата с каждым как вот вот в чем проблема что мне не нравится его как-нибудь выйти из всех сразу там я не знаю на пред поднять наверх что ладно потом посмотрю что за поднять я понял тебя ну пишите там почему пиво не повторить завтра попытку он был близок и играет сильно надо повторять так вот как вот отсюда запилим и чтоб все видно было так вот лучше мне кажется да будет и ничего не мешает особо и все замечательно ну что 3 хаты от мината до пула между прочим здесь 15 нет от стрэнджа сейчас игры будет за приз который 4000 рублей много не мало составляет 4040 рублей то есть как вполне себе рядовой турнир какой-то я не знаю почти три первое место ты сейчас небольшим второе ну что пробочки на вторую базу катятся от стрэнджа два гейта кибернетчика заказан варп заказаны адепты нужно бустить адептов чтобы быстрее если хочет стрэндж они пошли где сейчас муфлингом будет от мината так секундочку сетку обновлю изи выиграл изи выиграл ревоцираптора 2-0 будет биться с хэппи но мы по очереди все это дело посмотрим я думаю а потом уже финальчик хотя если слишком долго здесь карты будут идти тогда тогда конечно пусть хэппи с изи будет играть а мы здесь посмотрим так 8 дронов строится 9 дронов строится сейчас по рабочим зерк догонит а может и обгонит стрэндж тут на рампе стоит все адепты сзади лингов поперли хочет нагнать конечно же если бы еще их умудриться фокуснуть разных бы вообще замечательно было вот стрэндж царь фокуснул сначала зеленого а потом желтого вообще красавчик что я могу сказать кстати да там адепты по разным стреляны по моему даже так робот вайлайт скорость атаки адептам в принципе ничем практически от титановского билда не отличается разве что да и по рабочим принципе стрэндж так же неплохо как и титан идет и очень похож опенинг у минато тоже у руку нинк естественно похож карта потому что как последняя была вот но рауч ворон я вижу игры изи против хэппи мы посмотрим полуфинала по очереди я попросил провести так что все окей третий нексус стрэндж ставит на 4 50 велоцираптор то многих на убивал просто крутейших игроков но у физи одолеть не смог и пройти на гг-года ну и зимы кстати давно этот игрок на слуху лично у меня но что тут последнее время как я смотрел скулти он играл они друзья как я понимаю культ его все время наказывал может не друзья просто из питера не знаю посмотрим на изи как он на финалах сыграет плюс еще гейты семьи то будет у стрэнджа сделал посмотрите сделал адептам скорость атаки полетел призмой харассе делает а в северах делает плюс один и блин переходит сразу практически до варп четырех адептиков прошел и вот ошибку вижу у мината вот овер здесь на этой позиции обязательно должен висеть вот овер вот овер вот овер все полный контроль будет подлета а так здесь только вот около минеральной линии а если вот отсюда призма прямо вот сюда на краешку а ну здесь ждут правда их боротва ждет еще четырнадцать роущий заказ на мув делается плюс ринге опять какая-то агрессия от мината так призы все еще есть не знаю что не могут быть как его еще по идее быть не должно потом с ледоколом проконсультирует что и как выдвигается минат вперед шесть реводжеров морфит с один есть лучи и здесь х 1 призмы все еще стрэндж демонстрирует плёточку может какую-нибудь запилить 99 вот ну вот говорили в чем ошибка там титана было но если зерк играет такой билд надо подстраиваться под него каким образом раньше руба бэй дестабилизатор раньше 10 пара дестабилизаторов все это уже мы споровы и справда попадешь кушать их можно убить просто если не попадешь то конечно же и без шансов эти приходят минаты и просто в лоб начинает ломать оппонента своего и удачно при всем при этом призма минус иммортал тут есть один но падает уже зилки есть но зилки разваливается по и лунчик у реводжера кастую сейчас так наверху выставил стрэндж овер чаш 77 на 130 просто смотрите какие ну это значит четкий билд у мината что можно сказать ну вот призма опять же посмотрите на f1 все увел мината а призма только сейчас прилетела нужно прямо при приходе было зерга вот это делать и тогда бы может быть на мультитаске получилось бы развести как-то но вот ничего не получилось конечно здесь уже без базы тяжело будет у потерянной эти 4 на 6 700 кэш и просто зерк пришел и процесс ел снизу у него 4 хата на 2 базы просто что просто в этой ситуации может делать ничего абсолютно дестабилизатора единственный шанс на но все нужно спускаться не стоит пока поставишь это вложение пока что-то там построишь тут уже нереально 69 дронов тут спайр пошел из дома смуту можно можно инфе стэйшн хайф там ультрала хужить или через муту ультра да как тут я не знаю как угодно уже можно я так вот иногда выскакивают красная тема высокая нагрузка на цепь конечно у меня но почему она только часто весь стрим было все нормально а сейчас не очень стало ладно сегодня протестим потом разберемся что и как снизить действительно битрейт еще не ой хороший хороший дестабилизатор сейчас был паузу мината просит что-то случилось 13 муталей заказано минус роучи стрэндж отжимает 170 на 100 правда по лимиту 13 еще роучи заказан нахрен 13 роучи если муту масят сейчас мината можно было еще добавить и вообще убить так ну глоб то драться смысла нижненького крип уже практически у стрэнджа здесь между прочим видит стрэндж муталейсков и чего они здесь делают с основной армией с мината еще в лоб собирается драться не понимаю что ли судя по всему да заходит сейчас сбоку лингами пытается ворваться филды от стрэнджа очень неплохие роучи заходит ближе так что сталкера своего еще и стабилизатором стрэндж получается убивает но муталейске сливается на хрена мината в лоб дрался я не понимаю сейчас можно так 150 на 90 стрэндж здесь все расконтролил вообще с двумя атаками посмотрите роучи правда тоже с двумя атаками дестабилизатор нужно минуснуть дестабилизатора не так то просто минуснуть каст еще один пошел так падает все 130 на 8 смотрите лимит то 90 на 130 стал что-то мината вперед поломился и отдался а здесь третий нефть восстановлен сейчас я буду контролировать ребят эти фризы короче после после наверное этой игры то стоп старт может сделал я не знаю снижу битрейт маленько что ли так выдвигается вперед так выдвигается вперед линги контр забегания делаю здесь есть дестабилизатор пилон еще сталкер стрэндж что-то гоняет реально 191 на 127 нет все таки здесь ультра пошла и мне кажется тяжеловато будет ультру взять здесь преимущество по экономике было гигантским ну да ком пропылесосить да надо бы мне наверное может быть в этом дело тоже там хашмидит так стрэндж пришел но мината слишком много ультре тут конечно он попал но ультра ломает все филды минус синтри минус толкера 170 на 80 по лимиту и мината сломал стрэндж и гг он пишет так 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 вне игры просто не грузится жестко Ну что, жду следующую карту Выше 50% Редко подскакивает даже Хотя не, иногда бывает Так, сейчас я еще раз проконтролю процесс У меня в хроме много вкладок открыто Мне кажется, это может решать Закрыл очень много вкладок сейчас Может быть, получше станет, я не знаю Возможно, да, лут в подстиль минад зашел Но еще рано об этом говорить Да, собственно, так же и Так же примерно и грузит Как и было просто Призы до сих пор идут, скажите Отпишите там, ребят, по информации Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Короче, ладно После вот этой игры видно будет Сделаю стоп-старт Прогрызает пилон Мината И бежит вперед Здесь Нексусу Стрэндж пилончик новый строит Здесь у нас Зилок сейчас будет готов Кибернетка строится Пилончик начинает подгрызать Газ добывается при этом Стрэндж пилончик отменяет Пробочка и уходит Зилок готов Второй Зилок в продакшене Первым можно спускаться Сейчас уже выйдет второй Привет всем, ребят! Следующая игра Хэппи будет против Изи Адепт есть на хайграунде Нужно адептам помочь Перестало фризить Может из-за того, что вкладок позакрывал Перестало Все хорошо Сообщайте, если будет Поменять Зачем их менять? Винда Винда Да, может быть Там я Такси Винда Там просто Пропс еще не на максимум Даже работает Его можно немножечко Побольше выставить Множицы там И все это дело Просто у меня Когда я это делал Там у меня синие экраны Были По 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 Электрическому Не знаю Сколько еще Как Но Не буду заморачиваться Короче Не суть Не будем на это Запариваться Грелка У Стрэнджа Через торги Здесь у нас Лингами Пытается Мината Прессовать Пилончик Сейчас подгрызет Дальний Приятного Мало Оверчаж Выманивает Отходит Назад Три роуч Я наблюдаю То есть Это пуш От Мината Идет А Стрэндж То готов Стрэндж То прочитал Игру Судя По всему И Все Здесь Уже Не зайдет Скорее Все Это Пуш Если Как-то Чем Грелку Не накрыть Будет Проболисозит Тоже Под Греется Рот Посмотреть Температуру Будет Такая Ну что Роучи Идут В реводжеров Трансформируются Грелка Где Грелка На патруле У нас Летает Давайте Нахрен Эти Железные Прошу Презакончились Может Это Вообще Не моя Тема Была Потому что Че Они Неожиданно Возникли Ну да За весь день Кэш Кэш Не знаю Грелка Начинает Атаковать Но По реводжерам Бонуса Нету Заходит Минате 75-55 Пульс Тренджа Умудряется Каким-то образом Фокуснуть Мазерфор Вот это Был Очень большой Косяк Астренджа Но Грелки С филдами Тут просто На ура На самом деле Прессуют И вместе С зилками Так Касты Идут Заходит Минат Дальше Линги Дотекают Но Пробки Под ударом Сейчас оказываются У стренджа Неприятно Очень-то Как На второй базе Много пробок Очень гибнет Неужели Этот пуш Сейчас еще Зайдет Делаются 2-4-35 По рабам Но Экономику То на второй базе Уничтожил Это все Из-за потери Мазеркора Я считаю Так Честер 71 Рус Спасибо за премиум Пользователь Честер 71 Раз Активировал Премиум На ваш канал Какой процесс Ай-5 Там Четыристо Четыре Семьсот Шестьдесят К Вроде Как-то Так Пожарусь Пожарусь Четырёбы От Стрэнджа Минато Пушат Медленными Королевами Сейчас Без крипа Вы видите Кси Крипт Умор То есть Чё Крипт Не тянет Вперед Не знаю Заходит Четырьмя Вперед Мазерпур Есть Усюверча Есть Филды Здесь Помогли Очень Сильно Конечно Реводжер Фморфит Еще Четыре Штучки Минато По своим же лингам Сейчас Минато Дэмэдж Наносит Заходит Дальше Королевами Все Отгоняет Реводжеры Пилоны Прессуют 57-2 По лимиту Грелки Сзади Подлетают Но здесь Королева Все Прикрывает Мазерпур Потерян Опять Блинк Не готов Он уже Не поможет Офигеть Минато Просто Какие-то Чудеса Творит Здесь В этой Игре Еще По грелкам Попадает Реводжерами ГГ Пишет Стрэндж Но Квалифицировался Но в финале Побиться Не получится Офигеть Пушер Минато Пушер Минато Так Нифига Реводжерами Квалифицировали В смысле Чтоб Крутились Как бы Ну-ка Их Пылесочи Они Много Оборотов Делать Начинают Вещественных Чисел С плавающей Запятой На запятой По понятиям Разложить Просто Все Все Заработает Ладно Ахинею Нести Не будем Ждем Второго Полуфинала Прион Террасы Приона Ну что Минато В финале Ждет Победителя Изи Минуточку Бросит Подождем Поехали Все Готовы Инвокер Соло Ну Возможно Просто Это твой Скилл Как бы В данном матчапе Решает Допустим Это ничего Еще не значит Я не думаю Шпротцы Прям такие Слабенькие Сейчас Изи Против Хэппи Ну Вопрос В том Что Для кого Это будет Изи Это для Хэппи Ли будет Изи Или для Изи Это будет Изи Поехали Ребятки Болеем За Того Кого Хотите Все Наши Все Квалифицировались Уже Вот Всем Всех Я еще раз Приветствую Димагас Хэппи Димагас Хэппи Где они Играли Они Они Хэппи Не Играли Так Вроде С Фризами Разобрались Нахрен Вкладок Столько Открывать Ну На Следующих Стримах Тоже Проверю Что Да Как Да Почему Да С Готов Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Запись, конечно же, будет Я вот думаю, что финал будет 3 сделать Хотя уже поздно В принципе, хотел опять же Прогуляться, подышать, но уже поздно Так Сам себя рипером хоть взорвал В рипера они такие Вероятность подрыва самого себя Присутствует как бы с новыми гранатками Лингов принял в итоге Без мува они не способны Добежать никуда Здесь королева готова На мэне еще одна строится, мув делается И так Ну что, мув, кстати, очень скоро будет готов Запиливает криптумор у нас Если бы сейчас вот Так, криптумор отменил Так и так хэппи отменил А что, отсюда сплэш достал до криптумора? Или это дэмэджем хэппи? Похоже, что дэмэджем Летает хэппи харассит Мув уизи сейчас будет готов А есть ли линги? Мув-то готов, а лингов 0 штук Ровно сейчас будет Золото заказывают у хэппи Старпорт почти готов Роуч Ворон сейчас начнет производить И поддержал ваш канал на сумму 150 рублей ровно Спасибо, Пит Очень приятно За поддержку, ребят Всем спасибо Конкурс стихов объявляется открытым И тд, и тд, и тд Ну что, овер улетает Марик не успеет его убить Банши с инвизом Армори у хэппи на второй базе Опять же, тут будет хэлбатики Плюс выход какой-то Здесь королевы стоят, между прочим, на рамках Хэппи что-то боится И теперь вот с этими гранатами Нужно криптумора взрывать Если ты знаешь, что он именно здесь врыт То можно подрывать Так, банша полетела Гиллионщики еще дотекают Трансформируется все это дело в хэлбатов Начинает хэппи уже активно просто это золото прессовать Королев тут кидает гранатки Подрывает Нужно немножечко отойти сейчас Иначе дэмэджина получает до прилета банши Тут все эти юниты Вот банша прилетает Складывает хэппи обратно Хэлбатов Гиллионов Банша на мейн полетела Понял, что уже на третью не ворваться Дронов изи берет По экономике вообще хорошо То, что крип укусил, это понятно Я просто не понял, попал ли сплэш Ниньки по крипу Потому что он как-то быстро фокуснул Мне показалось, что как бы он сплэш И потом один выстрел, и второй И все, и крип умер А там двух мало было выстрелов Так, заехать хэппи на вторую Умудрился каким-то образом Прорывается в итоге и на мейн Тремя, между прочим, гиллионами Которые залпы дронов Фокусят изи дронов Берет, куда же ты их берет Десять дронов минус А двенадцать дронов минус Четырнадцать Это хэппи, ребятки Это пятнадцать-шестнадцать Еще и банша здесь харасит Три дрона уж тоже забирает И это не предел, как хэппи говорит Еще плюс три Шесть, девятнадцать дронов Минус общей сложности Здесь вторая банша летает Леера нету у изи Посмотрите, у него нету версировки Он просто не может баншу ничем принять сейчас Здесь дроны на переводе Хэппи прессует Офигеть Но это какой-то изи получается, нет? Так, здесь банша подлетела в рейндж спорки Минус банша Сразу же Два-четыре дрона минусу Сорок семь Сорок семь Парабам Третья сэшка строится Почти готова Изи восстанавливает рабочих У хэппи две инженерки Где они, кстати, не обращил я внимания Так Раз, одна Вторая-то где? А вот вторая Любит хэппи не вплотную А чуть поодаль друг от друга Ставить эти инженерки Стимпак еще пока не заказан Ну, нахарасил, да Но зерк очень быстро восстанавливает Конечно, сейчас по рабочим Преимущество свое Но все равно это фейл Что вот так Прямо хэппи Расхарасил И уничтожил Столько много всего Здесь у нас банши смещаются Будет убит сейчас дрон Который четвертую Собирается ставить Да, минус дрон А можно было дать хату заказать И на начальных хп попытаться Ее отменить Это было бы Еще больше потерь Ну, хэппи Не жадный Ладно, минус дрон только будет Таночков три штуки Стимпакщиты заказаны Плюс три барака Шесть сейчас Барак очень скоро заработает Один-один делает хэппи Чуть раньше, чем у оппонента И что у Изи Будет он прессовать, интересно С реводжерами Так, королеву Изи От контроля отвел 119 Только, кстати, иди все равно По лимиту в плюсе идет Разве четвертую поставить Пока не может Но все очень четко дело, я скажу Так, баннер Количество дронов Сейчас Заменим местами Вот так вот Что-то поставить Например Так вот Наверное Вообще не будет он мешать ничему Все понял Ребят Все Не нервничайте Че вы Не нервничайте Ха-ха-ха-ха Потрезает 4-я хата 2,4 Погибло двадцать пятый это был с хаты отмененный предыдущий раз ну что изи пытается выйти в катута пытается делать микос это ручер эваджеры инфесторы будет плюс микос хэппи делает какой-то выход 132 46 по лимиту зерк пока впереди медиваков все больше и больше танки хэппи забирает один берет уже сам он по нет просто пересиджил сейчас больше опять же залетает одна инвизна она вообще без инвиза ну крипту мы ради смысла не вижу убивать королева полудохлая приходит хэппи заметь эту королеву красоты страшно ты врывается правда изи посмотрите насколько его больше чем хэппи он просто сминает сейчас оппонент в мясо просто сейчас хэппи летает что тут очень опасно под кастами рел так банши были забраны хата выжила с помощью трансьюзов и здесь сейчас еще может контратаку пойти 136 по лимиту то все замечательно сейчас скажите если в том месте тоже будет мешать этот гг года мне кажется лучше места нету четвертый цшпси готова перелетает сейчас на золото здесь у нас мифос пошел от визе подрезает медивак танк 185 140 2 2 у хэппи здесь 2 атака заказано медивак летает пытается хэппи задропать может быть на мэйн дропнется не знаю очень много роучей сейчас изи но вот этот лимит 200 вот сейчас у зерга 200 и когда у тебя 200 и вот такой микс который будет слаб потом его нужно применить это нужно понимать нужно выход делать изи идет как-то куда он идет смотрите заблудились по частям тут разделился какой а пмц эти виде 261 у хэппи 270 но пока у хэппи а еппи повыше им поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно стрим крутится ловешка мутится спасибо суворим за поддержку что мутится так заходит изи на золото позиция не арти хэппи похуй и как он сейчас погулял по вот этим кастом фаерболом 180 181 лимит право сравнялся тут уже любимые реладжер и хэппи пошли в акцию реладжеров как-то нужно фокуснуть танк забирать дроп в район золото дроп на мейна динарной но на золото двойной золото не выдержит скорее всего этого дропа у реладжера о простите либератором реладжеры изи кастует но лимита уже меньше чем хэппи 160 на 180 заходит слышь в самую провальную позицию пошел потому что случайно сюда зашел вот отсюда на атаковать видимо фронт широченный и ну изи вот дает взял пришел отдался весь лимит отдал зашел просто в такую провальную вот здесь проход вот он ширина то вообще узкий а здесь весь центр пожалуйста смещайся куда хочу вообще косяки конечно ну что надеваки полетели либераторы раскладываются лимита у хэппи достаточно 166 190 иди пытается в ультрус ехать сейчас занимает базу в районе 9 нужно газ начинать добывать по газу перекос у зерга опять на мейн врыв от хэппи королевы фокус очень быстро погибло успела правда кинуть знаете инъекцию инфестейшн хэппи отпокусил но хайв уже есть и ультрала уже есть здесь либераторы прилетают просто сайте как они быстро или демократию то устанавливают он здесь грит просто бесполетная зона здесь зона не для беготни пришли какие-то марики мародеры и просто изи сейчас горит он посмотрите сколько юнитов там погорела дроп на main дроп на золото везде проблемы везде какая-то дичь судя по всему 10 пользу хэппи падает main золото пока живет ну посмотрите хп мало крепи еще золото сейчас отфокусит и золото запустил и main убил и пул убил и здесь нахрен вообще изи пытается отбиться но не получается тут еще два либератора и 180 на 140 по лимит передроб на вторую пошел вот это мне кажется передроб зря пошел хотя если будут это бы фокуснуть вообще замечательно было бы конечно но фокуснуть не получилось так передроб на дальнюю сейчас чине на дальнюю на рядом сюда королеву мародер по нему убивает королева изи что в контратак пытается пойти да идет в контратаку ультралы пути эти как его премиум на или какие там эти делюксовые но боюсь что не помогут есть госты так заходит изи снайпершоты от гостов уйдут ультралы падают ножку ну слишком что-то много здесь но либераторов нужно было идеально отфокусить сейчас реводжерами идеально получилось и они стреляют и стреляют выдают просто своих 90 и хоть что ты тут делай дальше ультрала пытается пройти у гостов же есть снайпершоты снайпершоты пошли здесь еще два госта ультралах может сейчас поломать они уходят под монетарку минус ультрала в здесь мародер до сих пор жив вместе с либератором так вторая карта ульрена создаю так чуть не заходит не хэппи не изи так 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 Поехали. Ну, мультитаск от хэппи на уровне, конечно, в этой игре был. Просто в трех местах контролил. Карта у Лена агрессивная очень карта. Ну, посмотрим, может быть, чески какие-нибудь увидим. Ну, мультитаск от хэппи на уровне. Для чего ставить без записи, чтобы билды не палили твои? Так игроки все просят в основном. Круто, ребят, всем еще раз привет за поддержку. В очередной раз спасибо. Продолжаем смотреть Изи против Минато. Тфу, Изи против Минато. Хэппи против Изи. Потом кто-то будет биться с Минато. Вполне возможно, что это будет Хэппи. Это будет Финал, это будет Бу-5. Субтитры сделал Dimaто. Ну что, прилетает рипером Хэппи. Два линга готовы. Кредо фулл первый Изи, кстати, играет. Обратите внимание. Уже вторую игру подряд. Линга взрывает тут. ЦС-шка вторая почти готова. Реактор на бараке. Да, и на этой карте очень любят вот такие вещи зерги. Не самый ранний обскавл Роуч Вора, но он есть. Это факт. И это, возможно, будет Пуш. Что это будет за Пуш? Да, второй Газ добавляется, иначе он не строился. Второй Газ. Это будет Роучи. Точнее, Реводжер Линга Пуш. У Хэппи Старпорт. Очень вы видели на Бобролиге вчера с Элейзером вот эту игру предпоследнюю, там, на грани просто, на грани это было, но Хэппи отбился. Так, сейчас. Смотрите, сейчас я кое-что проверю. Кстати, кто-нибудь бы занялся бы выведением ГГ-кода на Литим Ликвид, было бы вообще замечательно. Чтоб его туда добавить, как турнир бы. Ну и пошёл Пуш, ребятки. Роучи Линги. Всё это идёт вперёд. Баншау Хэппи не готово. Вот сколько раз он бункер не успевал вычинить, вы помните, я думаю. Так, Реводжеры прямо здесь. Морфис, а почему прямо здесь-то они морфисы? Заходит Изи под бункер. А Реводжер... А чё Реводжер-то всего один, я чё-то не понимаю. Так, ну ведёт сюда Королев он, между прочим, чтобы Баншу отгонять. Но Банша будет с Инвизом. Королев Хэппи видит прекрасно. Овер где-то вдалеке. Почему Овера здесь нет, я не понимаю. Реводжеры падают. Чуть бункер не пробил. Реводжеры танкуют. Чё Изи делает-то, я не понимаю. А чё происходит-то вообще? Ну это ГГ странное очень исполнение какое-то. И... Это беда. Ре-ре-ре-ре, вот еще Дизи. Почему сразу то ли саплай блок был, почему Реводжеров сразу не наморфил, почему Овера не подвёл? Зачем заходить? Кидай туда, кастуй эти фаерболы. Всё грамотно было. Королевы есть от Банши. Пока Инвиз не готов был, можно было подгонять и фаерболами кастовать. Спешить-то не было. Некуда было. Ну что, Изи оказался, Изи для Хэппи. Как Слив когда-то в интервью говорил. На... Турнире, который мы с Варрианом делали. И с пацанами. Всем за это тоже спасибо. Соло Лига РСТЛ. Кстати, кстати, готова сетка плей-оффа, сетка плей-оффа Нейшн Варов. Канада, Франция. Украина на Финляндию попадается, Польша на Голландию. Ну я не знаю, Финляндия не подарок, конечно, но кто еще лучше, я не знаю, там Канада, Хак, Скарлетт может быть лучше было бы играть, но я вот что-то не уверен, если честно. Китай на Корею как-то странно попал. Минат смотрел стрим, поэтому через 20 секунд мы его на канале только видим. Канада. Канада. Продолжение следует... 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 Всем спасибо... Продолжение следует...